Картинка у нас есть. Друзья, всем привет! Мы пока что будем отстраиваться. Ждем еще всех, пока все подойдут. В гостях у меня, как всегда, уже по традиции Сергей из канала Speed Quality. И сегодня мы также пригласили Валию и Андрюху. В общем, передаю слово ребятам. Ребят, поздоровайтесь. А вас прошу написать в чате, все ли хорошо слышно, всех ли хорошо слышно. В общем, ребят, вам слава. Всем привет! Давайте сразу попробуем, всех ли хорошо слышно, нет ли проблем со звуком. Ну, чтобы с самого начала это отрепетировать и дальше пойдем дальше, ну, как положено. Да, всем привет! Андрюх, ты там в телефоне залип, что ли? Всем привет, я здесь посижу. Не-не-не, я посмотрел просто, кто заходит, там, комментарии. Ну, ладно. Это потом в записи все можно будет посмотреть. Да-да-да. Так что сейчас мы не отвлекаемся. Меня зовут Андрей, все, наверное, знают, я так думаю. В общем, пишем. А может, кто не знает, познакомимся. Да, потому что сегодня он мой котяра, котяра, поздоровайся с ребятами. Пришел, короче. Сейчас он сзади тебе. Если вдруг кто не знает Андрея, Андрей делает очень крутые ремонты, точнее, очень крутые сложные проекты с плиткой. У него на канале прям все такое супер круто наворочено, мозаика, запилы там, ну, очень сложно, очень круто, дорого, богато. Да, и сегодня мы про это как раз будем разговаривать. Не совсем круто, больше понты, наверное. Ребят, давайте, смотрите, сейчас для тех, кто самые первые сейчас подключились к нам, буквально мы еще там 5-10 минут всех подождем. Вы прям сейчас можете задавать любые вопросы, которые касаются стройки, естественно, потому что на другие отвечать, я думаю, не особо будет интересно и слушать. А мы сейчас быстро на них будем прям отвечать. То есть такой вот прям блиц-ответ. Давайте, ждем ваши вопросики. Буквально 5 минут на это тратим и идем дальше. Ну, там первый вопрос был укладка плитки крупный формат, 1200 на 600, но где-то от полтора, от полторы тысячи за квадрат ценник начинается. Но там, опять же, от сложности зависит. Да. И укладка плитки без крестиков, кто так делает? Я так делаю, регулярно практикую. Если плитка очень с плохой геометрией, это самый надежный способ сделать ее более-менее красиво. Так, так, так. Минимальный инструмент для заусовки. Болгарка. Болгарка. Болгарка и Серегин кожух. Да, да, да. Нормально. Четко. Кстати, кожух бесплатный. Вопрос про минималку. Нет, ну а кожух же тоже бесплатный. Взял, скачал эту схему, пошел распечатать. Ну, в общем, если принтер есть, то, да, относительно прям недорого. Его вряд ли получится с первого раза распечатать, но раза с третьего точно получится. У нас, кстати, по крупному формату, метр 20 на 60, стоит даже объявление от 1700 даже. То есть, полторы, это вообще тут прям очередь занимает. Ну, это для лоховских регионов, как наш, волгоградский, у нас цены сильно ниже, чем в среднем, я так понял, по стране. А в Ростовской, в Краснодарской области, ну и тем более в Москве, там цены поинтереснее, чем наши. На море я слышал 2 рубля, но правда или нет, может кто-то откуда будет, нам расскажет. Нет, я слышал так, 2 рубля, ну не знаю, правда или нет. Что за кожух, где его найти, у меня есть видео, называется «Как пилить плитку без пыли». В описании есть ссылка, где скачать модель. Парни за виброприсоски. Виброприсоски, это я сейчас, буквально сегодня укладывал метр двадцать плитку. Вот, а садить вот последний миллиметрик, это вот прям безумно полезно в виброприсоске. Без нее уже просто как без рук. Я, кстати, тоже добавлю, недавно делали, вот когда, вот две плитки у нас стоят запиленные под 45 градусов. Мы делаем третью грань. Плитка толстая, клея туда напихано много, для того, чтобы было, как говорится, сделано качественно. Вот ее, получается, с присоской обычной берешь, начинаешь елозить вверх-вниз, она не усаживается. То есть там какие-то прям капелюшечки клея вылазят, но стоит только взять вот виброприсоску, вот эту мощную, которая, ее на пол мощности включаешь, и вот прям клей начинает выдавливаться, как будто, ну, я не знаю, как будто, знаешь, одним пальцем, сметану нажимаешь, вот так же мягенько, как будто у тебя там не клея, а вода. Кстати, да, 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 да. Кстати, я пробовал молотком и вибро одно и то же. То есть вибро, она утапливает, молотком попробовал утопить, у меня плитка разлетелась. Вибро ни разу не разлетелась. Тоже это плюс. Ну, это вот, я почему и терпеть не могу резиновым молотком плитку трамбовать, потому что очень часто бывает такое, что разбивается. Особенно если молоток из такой, с дубовой резины, это прям, какой плиткорез понадежнее по вашему опыту. Я магазинными давно не работал, но вот эти всякие декстеры, они такие, по сути, одноразовые. Кстати, кстати, сегодня случай был, приехал к нам один человек нарезать плитку, ну, по полоскам, по маленьким, много. Ну, поняли, да, на штамповать. Говорит, я купил в магазине, я не знаю, Декстер или что там, что-то за 12 тысяч метров 20, что пилил. И она у него не берет, она пилит и начинает колоть в сторону, то есть деньги на ветер. Мы этот взяли, там, правда, была плитка 11 миллиметров толстая, то есть вот эта вот дешевая паранография, она его не взяла. Взяли вот этот ДЛТшный, спокойненько, ну, хотел с маслом, без масла попробовали, в принципе, пошла, она не каленая была. Все порезали по полоскам, так, дешевая не берет. Ну, что, давайте еще один вопросик, и я думаю, что будем начинать, как хотели. Сегодня мы, я надеюсь, час, максимум полтора, то есть лучше будем делать почаще, но покороче, чтобы у вас тоже особо не утомлять. Ну, а там как получится, я не знаю, все от вас зависит. Какой шов лучше для керамики? Ну, вообще, как бы, можно сказать, стандарт по умолчанию это 2 миллиметра, а там, чем хуже плитка, тем шире шов. Я вообще, кстати, вот, кто в инстаграме смотрел, я выложил вот эти подковки, они, оказывается, сейчас только один миллиметр и полторашка, двушки нету. А я уже на протяжении пяти лет, у меня, ну, не пяти, ладно, на протяжении трех лет я полторашкой вообще не пользуюсь. У меня двушка, это минимальный шов. Притом, даже если... Я сейчас полторашечку работаю, нормально. С полторашкой затирка и тяжело идет, я так скажу. Ну, у нас в городе просто есть, как его, технолог по летоколу, он меня, в общем-то, переубедил. Там, на самом деле, больше должны быть зазорчики, и на практике мы тоже убедились, что все, кто со мной работает, мы двушечку стараемся делать. Ну, полторашку можно тоже делать, если основание цементное. Я сейчас говорю про гипсовую штукатурку, особенно стены, потому что часто приходишь, а именно она уже сделана и подготовлена под плитку. Так, ребята, в общем, тема сегодняшнего видео максимально простая. С чего вообще начинается карьера, если так можно сказать, плиточника? Потому что можно давать бесконечно много советов, там, идти куда-то на стройку или еще что-то. Мы сегодня решили сделать следующим образом. Андрей очень у нас интересный персонаж в этом плане. У него произошел тоже в свое время определенный скачок. И я думаю, что многим будет это интересно послушать. И даже специалисты, которые уже работают, также, я думаю, что для себя что-то подчеркнут. Поэтому... А, кстати, я не помню, сказал или нет. Все ссылки на канал, если кто-то не знает Андрюху, будут в описании к этому стриму. Поэтому можете переходить, посмотреть, чем он занимается Андрей. В общем, Андрюх, еще раз привет. Привет. Расскажи нам, с чего вообще ты начинал. То есть, вот свою, наверное, самые первые свои работы. И мы, если что, с Серегой будем тоже что-нибудь добавлять. Ну, я думаю, что для некоторых это будет не новость. Многие, наверное, так начинали. То есть, ты, когда хочешь заработать быстрых денег, это только стройка. То есть, вложение туда-сюда, это очень медленно, только на стройку. А когда ты ничего не умеешь делать, ты куда идешь? Идешь на фирму. То есть, тебя ставят с кем-то, с нормальным человеком, ты потихонечку учишься. Ну, я, конечно, 2-3 объекта прошел. Какие-то уроки попросился, отдельные объекты. Ну, типа, я уже там поверил в себя, давайте я начну уже самостоятельно. Ну, то есть, ты не умел, ты хочешь сказать? То есть, ты не умел? Нет, я ноль вообще в стройке был. Хорошо, тогда второй вопрос. Вот у нас в городе, я знаю, все хорошие фирмы и все фирмы плохие, то есть, шарашкины конторы. У нас, чтобы в хорошую фирму устроиться, ты должен чуть ли не с портфолио прийти. И меня вот так же брали. Я пришел, у меня были целая куча фотографий, я раньше делал, потому что канал еще не вел. И уже посмотрев на меня, мне дали простую работу, потом я туда уже смог устроиться на нормальную зарплату. Но, Серега, это 15 лет назад было, то есть, я не знаю, почему, ну, через знакомых меня взяли. Вот, то есть, это важно. Через знакомых. Потому что прийти вот так просто можно на общий строй, это где вот подъезды делают, вот это все. Там СМУ, через знакомых, СМУ и как это еще называется. Так, ладно, значит, я решил фирму, получается, да? Да, да, получается, ну, с чего? Ну, дадим тебе там, допустим, самый бюджетный, это у пенсионерок. То есть, учись у бабушек. Они там, типа, ну, им как бы не сделал бы, все всегда хорошо. Цена там небольшая, в принципе. Я так подумал в то время, старался сделать все максимально красиво, идеально. Независимо от цены, просто для себя, на будущее, чтобы, как бы, накопление было, или как, отзывы были нормальные. Поэтому старался все сделать идеально. Не зарабатывал вторыми. Есть люди, которые зарабатывают, быстренько бах-бах-бах-бах. Что там они говорят, им все равно. Я же нарабатывал, как бы, качество. И постепенно там посмотрели, там записали, там позвонили. Ну, в общем, как бы, получалось, что чуть-чуть выше, качество лучше, потом еще лучше, еще лучше, еще лучше. Хорошо, смотри, а если, давай так, смотри, вот первые работы, которые ты делал, тебе вот за них стыдно, то есть, если ты говоришь, что ты вообще ничего не умел, по поводу того, что если, вот за первые работы, есть ли такие, которые тебе стыдно, что ты там либо плохо сделал, либо ты понимаешь, что тебе опыта не хватало, и что-то у тебя не получалось. Или у тебя вот прям сразу все гладко пошло? Ну, я не сказал бы, что гладко, но мне так казалось, что вроде как гладко, и меня как бы, ну, бабушки хвалили в то время. Вот, поэтому, как бы, хотелось еще лучше, еще лучше сделать. Понятное дело, что, и понятное дело, что я что-то лучше, ну, я не видел там, то, что я делал, видел, а кто то, что-то делал, сравнить не с чем было, в принципе-то. Ну, мы, кстати, вот, ребят, здесь недавно созванивались втроем, и мы пришли к выводу, что мы все с бабушек начинали, то есть, видите, все с бабушек начинали, и в итоге ничего плохого не случилось. Я вот, наоборот, помню, когда мы работали у бабушек, нас всегда там чаем угостят, пирогом каким-то угостят. Это вот вообще самая такая тема, потом, помню, пришел, там, что-нибудь поесть с собой забыл, она там наварила борщ, говорит, садитесь, там, сначала вроде как-то неудобно, а потом, ты видишь, что человек тебе с душой, ну, и ты вроде бы тут тоже стараешься, делаешь хорошо, почему бы и нет. То есть, уже знакомишься с заказчиками, она там тебе уже про своих, там, внуков все рассказывает, в общем, работа идет. Да, интересно было, да. Так, смотри, ладно, то есть, мы выяснили, что ты начал именно с каких-то там простых таких работ, там набивал первый опыт. Вот ты можешь четко вспомнить, что был такой переломный момент, то есть, вообще, как он случился, что ты там попал на какую-то более сложную работу, или как вообще это произошло? Ты нашел заказ, или тебя позвали, может, по знакомству? Ну, можно сказать, что через знакомых один дизайнер искал мастера, то есть, я с дизайнерами не работал, и первый мой заказ, более-менее нормальный, он пошел через дизайнера. То есть, там уже все, вся раскладка была, уже плитка такая более-менее серьезная, там, и фризы были вставные, там, мозаичные, и откосы уже шли, там, столешница выливная, там, ну, в общем, все круто было, и это все надо было сделать. Что-то я уже поднаучился, что-то нет, надо было доходить со своими мозгами. Ну, в итоге, в принципе, всем все понравилось. И так оно дальше пошло и пошло. Ну, подожди, то есть, ты хочешь сказать, что вот ты делаешь бабушке на ремонт, и потом, хоп, ты пришел, сразу делаешь полки, а инструмент откуда? Это как-то, как мне, я вот не так было. Серега, подожди, ну, в принципе, ты когда работаешь, да, нарабатываешь клиентов, соответственно, я ушел с фирмы, то есть, там, 20% надо было оплачивать, но это для меня было много, как бы и так, ничего не мог заработать. Поэтому я с фирмы ушел, начал потихонечку сам работать, или же, если фирма предоставляла, я уже свои условия говорил, 10%. То есть, я брал более простые, но нарабатывал их. Также присутствовали объемы, большие объемы. Первый наш объем, где я более-менее научился, мы поехали со своими, ну, брат, зять, там много кто поехал. Может, слышали, Гуанское ущелье. У нас есть такая зона отдыха, Гуанское ущелье, там, короче, здание трехэтажное, нам его полностью отдали. Ну, опять же, там и на фирму работать, там я более-менее, уже там сложности какие-то были. То есть, много людей было, каждый кто-то у кого-то спросил, и потихонечку это все, как бы, сами друг у друга обучались. А так, что где-то что-то куда-то поехал, где-то что-то узнал, нет. Ну, смотри, подожди, мы, если подвести итог, то есть, у тебя была сложная работа, откуда, я так и не понял, взялась какая-то сложная работа. Ну, я же сказал, дизайнер. То есть, заметили, что я более-менее что-то там начал делать, точные размеры, точный рез, там, ну, все точно, укладка, десятки. Ну, короче, то есть, увидели и предположили, что ты можешь справиться с более сложной работой. Да, с более сложной работой, в общем, доверили, да, сложную работу. И ты, короче, не подкачал, как получается. Я, короче, да, я везде свой нос сую, мне все любопытно, как вы уже поняли. Я специально беру сложные работы, пусть даже я и мало его там что-то знаю, но я все равно, ну, люблю это все дело изучить и, как бы, это сделать правильно. Ну, вот смотри, Андрюха, у тебя первое видео, когда ты на YouTube загрузил, получается, сколько примерно? А, уже лет шесть назад, наверное. Лет шесть назад. То есть, я помню, ты тогда сказал, что еще на тот момент у тебя не было интересных, ну, таких прям вот сложных заказов, были более-менее простые, правильно? Или ты уже тогда уже прям занимался? Нет, я уже, я уже отработал, очень крутой объект я делал, я делал, сейчас скажу, ну, вот, может быть, слышали, Хакушинова, это у нас, получается, президент Адыгея был раньше, я уже ему дом сделал, там ценник у меня был, до двух рублей доходил, квадрат, в то время, шесть лет назад, или семь лет назад даже. Как раз я Элмос там купил, вот этот свой плиткорез немецкий, в то время он был немецкий, не было китайских. То есть, я уже в то время, уже через дизайнера работал. Это я просто снимал, просто баловался тут, по чуть-чуть. Да, у меня потом пошли какие-то объемные, какие-то не сильно крутые. Когда бывают крутые, когда не крутые, тоже перепад. Когда есть работа с крутыми, берем, когда нет, берем простые. Ну, тут вот смотри, в чате спрашивают у тебя, ну, интересные объекты, где ты их находишь, такие объекты. Ну, давай, допустим, прямо вот сейчас именно. Я не нахожу, мне звонят. То есть, ты уже кому-то сделал, да, получается, люди видят твою работу, они знают. Я выбираю, допустим, если мне дают вторичку, там, что-то переделывать дом, я уже сразу отказываюсь, если там, тем более, живут. Уже квартиры я не всегда беру, только берем, только дома. То есть, дома, нормальные дома, чтобы там нормальная была плитка, более-менее дизайн. И вот на данный момент у нас дом, 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 и еще три дома впереди. Ну, вот у нас, видишь, тоже в чате люди подсказывают, вот Ольга пишет, что начиналось с родственников, а потом уже сарафанное радио. У меня, кстати, тоже есть знакомые малярши, они вот так же начинали, сначала все родни переделали, а потом начали работать. В общем, смотри, подведя итог, то есть, у тебя, вот я послушав сейчас страны, я делаю вывод, что у тебя все прям максимально просто получилось, то есть, прям вот удачно сложилось. То есть, грубо говоря, ты ничего не умеешь, ты думаешь, так, я хочу заняться там плиткой, да, допустим, стройкой. Ты приходишь, ты вот прям упорно занимаешься этим делом, вникаешь во все тонкости, потом тебя, как в том фильме, замечают из толпы и говорят, «Парень, ты сможешь справиться с этой работой», и ты, в общем-то, начинаешь и показываешь, что ты действительно можешь справиться, и дальше оно пошло, 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 короче, все очень удачно. У меня, на самом деле, ну, не так, мы сейчас просто вот этот момент, не пойдем дальше уже. Да, один момент расскажу. Но, но, просто, когда не так все гладко, нет, вот я, допустим, бывало, что делал, да, вот вдвоем мы делаем, я одно, один санузел, другой, другой, да. Я, допустим, что-то сделал, и у меня не совпало там на 3-4 миллиметра по кругу или еще что-то разошлась плитка. Ну, ты неопытный, это первый раз, это всегда так. Я, если день проработал, я его разбирал, чистил и уже делал лучше. Тот же человек, то есть, он ничего не разбирал, он затрется, отмажемся. То есть, у меня не было привычки, чтобы вот так вот все это затереть, отмазаться, да. Я переделывал. Кстати, хорошая, хорошая привычка, потому что у нас так же было. Из-за того, что я переделывал, может быть, это тоже как-то повлияло. Если я даже сделаю что-то не так, не замечу, я это разберу, переделаю. У нас с Серегой, вот, наверное, все, кто меня давно смотрит, мы раньше очень много видео вместе снимали. Сейчас мы, просто кто-то не знает, мы на самом деле друзья, и мы общаемся, просто у нас очень много работы, и мы на разных объектах работаем, поэтому мы не можем себе позволить сидеть в одной квартире. Вот, мы когда с ним начинали тоже, вот, то есть, место за ванной, да, это место никогда никто не увидит. И вот там, грубо говоря, неровно получилось, то есть, мы сами это разбирали. Заказчику никто ничего не говорил, сделали, притом ни видео про это еще не снимали, ничего, просто для себя. Просто это уже, когда в привычку входит, очень сложно. То есть, ты приходишь на работу, и тебе вот этот вот маленький там недостаточек, он портит все настроение. Ты сделан на работе все хорошо, ты домой идешь там в припрыжку прям, приходишь домой с хорошим настроением. Да, да, да. Ну, смотри, значит, все-таки, ну, понятное дело, сложности какие-то были. У меня плюс-минус, наверное, ну, так же и было. Вот, то есть, у меня получилось, что я вообще отучился на плиточнику, у меня профессия, у меня есть корочки, что я штукатур, маляр, плиточник. О, ну, нифига себе. Вот. Ну, у меня... Это редкость. Это, да, это круто. Все удивляются, но я работаю, считай, по профессии. Но, выйдя оттуда, я ничего не умел, и мне надо было быстро научиться, я пошел на общий строй, вот там я выкладывал подъезды, очень много подъездов. Именно, кстати, там зародилась идея, почему 9 плиток. Вот. Там очень много плитки, 33 на 33, а 9 плиток это квадрат, а квадратный метр это твоя зарплата, квадратный метр сделал, ты получил денег. Да. Вот. И после этого я очень хотел попасть в одну из самых таких классных фирм, которая на тот момент была. Эта фирма была такая, что два мастера, которые сами реально классно работали, делали очень крутые объекты, они открыли фирму с тем учетом, что не набирать себе там рабочую силу, а чтобы набрать хороших мастеров и делать классный ремонт у Владимира. Вот. То есть, меня подсказывало, обучал там сам директор, вот со мной прям сидел. Представляешь, директор приходит, садится с тобой на корточки, говорит, так, слушай, вот здесь надо вот так вот нажать, здесь так. То есть, для меня это было, ну, я не знаю, я очень это ценил, мне еще жена говорила, что вот тебе вот прям повезло, и, наверное, да, мне в некотором случае как-то повезло. И после того, как они увидели, что у меня очень хорошо получается с плиткой, они говорят, давай ты у нас будешь чисто мастером по ваннам. Пока начнешь с плитки, потом потихоньку там в воду вникнешь, вот, и я вот так потихоньку-потихоньку вникал. А начинал я с того, что я вообще после того, как закончил, я отработал три года на штукатурке, в штукатуре, в СМУ-33, это у нас чисто штукатурка подъездов. И там я познал цен именно в штукатурке. Кстати, я тоже начинался в штукатурке, я не добавил. Первый мой объект был, это штукатурка. Наверное, все начинали, да? В общем, у нас понятно. Серег, тебе надо. Я больше с гипсокартона начинал. Ну вот как раз я и думаю, у нас Серега заскучал тут, думаю, что это вообще делают, болтает сидя. Давай расскажи нам, Серег, как у тебя, с бабушек, или ты сразу прям пришел и сказал, так, ребят, я крутой плиточник. А у меня, видишь, у меня, в отличие от вас, кардинально все по-другому. У меня батя плиточник, поэтому у меня как бы вообще... Не, закончил-то я институт совсем по другой специальности, но после окончания института, куда идти работать, у меня вопрос не стоял, потому что я весь шестой курс уже работал плотно на стройке, уже был бригадиром. То есть я очень быстро стал из подсобников в мастером и сразу бригадиром, и уже через, сколько там, месяца через 4-5 мне уже свой собственный объект дали. И мы там делали, пластиком пошивали, плитку ложили, гипсокартон крутили. То есть специализироваться на плитке я стал сильно позже. Сначала мне нравилось именно делать каркасные конструкции. Но потом я понял, что на плитке можно зарабатывать гораздо больше, и поэтому плитка пошла в приоритет и стала основной специализацией. Особенно... О, кстати, кто-то написал Quintelux. Это вот это Виктор... Виктор В или Б? Это кто у нас? Просто, возможно, может, мы даже вместе работали. А может, это кто-то из... Из... Сотрудников Quintelux. Да, я работал действительно в Quintelux. Там даже прорекламирую, хотя там уже все, по-моему, распалось, насколько я слышал. Там вот Рустам был и Игорь. Два мастера очень хороших раньше, по крайней мере, когда они работали. И занимались именно этим. Так, я что-то сбился. Что-то прям вопрос такой был классный вроде в чате. Я его пропустил. А, в общем, такой вопрос, как типа боретесь с заказчиками-неплательщиками. Я вот сначала отвечу, потом, ребят, вам. На самом деле, на протяжении вообще всей моей карьеры, по-моему, меня только один раз кинули. И то там, можно сказать, что мы позволили себя кинуть, потому что это были знакомые через знакомых. Не хотелось просто ни с кем портить отношения. Такого вот жесткого кидалого, как в 90-х просто сказали, мы вам не заплатим, пошел отсюда, там, куда подальше. Такого у меня не было. И когда мы уже стали подходить уже более серьезно к работе, мы просто начали придерживаться такого правила. Не знаю, я лично хорошо вижу сразу человек с первого, там, буквально с первых слов, с первого дня общения, я сразу понимаю, что он из себя представляет. Если мне простыми словами заказчика не нравится, я ему говорю, платите денежки вперед, будем с вами работать. Вот. А если человек меня устраивает, вполне видно, что он адекватный и все, то, значит, мы берем раз в неделю или раз в 30 тысяч. То есть 30 тысяч накопили, взяли, либо раз в неделю. Вот. То есть, поэтому, как бы, и не получается таких моментов. Ну и следующий момент, то есть, смотрите, у нас в Владимире не так много хороших мастеров. Они есть, но очень сложно к ним попасть. Соответственно, если ты приходишь к человеку, допустим, в тот же коттедж, там, большой, у него там много дорогой плитки и всего остального, начинаешь работать и начинаешь у него что-то делать, то, ну, он вряд ли тебя пошлет там через неделю. Он увидит, что ты хорошо делаешь. Он, скорее всего, тебе заплатит. Ну, по крайней мере, это вот у меня и кого я знаю, было так. Потому что, если он тебя пошлет, то к нему просто никто не придет. Либо он просто потом потеряет, ну, он сам потеряет в том, что он нарвется на кого-нибудь, кто ему испортит материал и все. Многие это прекрасно знают. А многие, как раз, не прекрасно это знают. Я, кстати, часто говорю, у меня вот по этому поводу был случай. Кстати, таких историй было много, я даже целое видео хотел снять. Я прихожу к заказчице, у нее там целая куча, там, всяких наворотов они придумали с дизайнером. Там много всякой плитки. Она недорогая, но такой хороший средняк. И я им посчитал, она мне сразу-таки, ой, это очень дорого. А я объясняю, что здесь очень сложная работа, потому что там они хотели теплый пол, без стяжки. Я говорю, все равно надо делать сначала теплый пол, сначала со стяжечкой, чтобы потом качественно положить плитку. И тут, ну, в общем, все эти нюансы объяснил. Потом, через три месяца она мне звонит, говорит, ой, вы знаете, посмотрите, у нас тут как бы не доделано, ребята. Может, вы доделаете? Мне стало интересно, и я поехал. Я показал все, что там у нее происходит, и объяснил, что тут надо не доделывать, а все переделывать. Она, в общем-то, опять меня прогнала, и потом, через три месяца или через два месяца мы опять встретились. Она говорит, давайте, делайте, все, я заплачу сколько надо. Я сказал, извините, у нас уже на год все занято, поэтому ничем помочь вам не смогу. Вот, у вас, ребят, как расскажите, как вы? Андрюх, у тебя спрашивают, какой у тебя первый макрорез был? Элмос. Я сразу взял у нас немецкий. А, нет, нет, я ошибаюсь. У меня первый был, я просто не помню, такой красный, с красной надписью, помнишь, тоже немецкие были? Ну, 90 больше не брал плитку. Вот, он брал 90. Такой тоже был дорогой, какой-то немецкий. Ну, с маленьким диском, двухсотым. Да, наверное, с до восьмидесятом. Нет, двухсотый. Это Элмос 250 вообще. Потом уже, когда более сложная работа пошла, тот у меня начал барахлить. Да, он маленький был, в принципе. И мне пришлось взять Элмос, более-менее такой уже навороченный. Ну, немецкий. Что первый немецкий был, что второй я взял немецкий. Ну, а дальше, как вы видели, уже пошел Китай. Андрей, ты как защищаешься от Кидалова, как говорится? Кидалова, бывает же, Кидалова. А, смотрите, ну Кидалова у меня ни разу не было. Вот. По-моему, даже не было, не могу вспомнить. Получается, что я беру объект, я сразу все пишу, пишу. И если что-то им нравится, я сразу же, до свидания, ничего не объясняю. Вот так, так, так. Да, были случаи, как ты рассказывал, Серёва, что я договорился с ценами вроде бы. Уступи, нет, мы нашли дешевле. А через два месяца или три придите, переделайте, мы вам заплатим. То есть, ну, много таких случаев было. В итоге я беру просто один какой-то санузел или что-то сделать, да. Показал ценник, сделал, посчитал. У меня был человек, что он возмутился. Говорит, это дорого, я столько не буду платить. Я просто сказал, ничего не надо, до свидания. Он меня остановил. Не-не-не-не, ну, делайте, я все заплатил. Плачу. То есть, увидел, что я не могу, ну, никак не договариваюсь, или да, или нет. Мне все равно было. И у меня многие такие объекты попадали, что я просто показал, видишь, что там, ну, практически докопаться не до чего. Им, ну, тяжело найти будет мастера, или так же они испортят материал. Поэтому они, как бы, оплачивали и дальше соглашались, чтобы я шел и работал. Ну, еще, кстати, по поводу этой темы, когда ты хотя бы, там, пару лет уже работаешь, ты все равно заводишься какими-то контактами, и в основном мы, в последнее время, мы работаем, ну, уже людей знаем, как бы, либо это знакомые чьи-то. То есть, если ты приходишь на какой-то объем, то это уже проверенный человек. Но, по-моему, мы с Серегой про эту тему разговаривали, когда про объемы, как работать на объемах, чтобы не кидали. Вроде, Серега, ты рассказывал, что ты работал там только с проверенным человеком, и там все, как бы, ну, вообще вопросов с этим, ну, не было. Ну, да, знакомые прорабы, с которым мы давно работаем, если он берет объект, то, соответственно, этот объект под его ответственность. Ну, самое, что такое, и на больших объемах это постоянно происходит, задерживают зарплату, то есть, там, месяц-два, ну, бывает такое, но все-таки в итоге выплачивают. Тут спрашивают, как мы по смете считаем. Можно я скажу, у нас был случай, что просят, обсчитайте нам весь объект, или, в принципе, по плитке, да, допустим. Мы обсчитываем, говорим, тратим полдня там или день, потом они там батл у себя устраивают, ребята, вы нам не подходите. Теперь у нас такие условия. Мы едем, считаем, но вы нам платите, допустим, 5 тысяч авансу. Если мы договариваемся, 5 тысяч – это аванс. Если вас не устраивает, если вы находите дешевле там, то эти 5 тысяч нам остаются за потраченное наше время, за нашу работу, то, что мы там считали, смету составляли. То есть мы бесплатно уже ее не составляем. И если мы ее составили и нас, как бы, кидают, деньги у нас остаются. Если же мы составили и, как бы, сами работают, эти деньги идут как аванс. Вот, кстати, очень хорошую тему ты поднял. Я тоже хотел про это подробно рассказать, но сейчас постараюсь прямо вкратце. Дело в том, что как-то наступает такой момент, когда практически каждый день тебе начинают звонить. Ну, сначала могут просто звонить, интересоваться, сколько что стоит. И вот у нас поначалу было, что 10 человек звонят, из них один, ну, максимум 2 возьмет. А больше нам и не надо, потому что мы не собираемся там делать какую-то организацию и потом ходить всех пинать, чтобы они за нас работали. Мы работаем сами. То есть у меня вот Серега и Володя. Вот мы втроем как работали, так и работаем. У нас три машины. Одна машина заряжена инструментом, вторая заряжена инструментом. Есть несколько подсобников, там, в общей сложности нас около 8-9 человек. И получается, что заказов сейчас в основном поступает, ну, мне. То есть я их принимаю, мне каждый день звонят. У меня первый вопрос всегда – это какой город? Потому что, блин, больше половины звонят, думают, что я почему-то в Москве работаю. Но в Москву я не езжу. И у нас разговор с клиентом такой. То есть есть человек адекватный, да, и ему сразу говорю, что мы занимаемся качественным ремонтом. Работа такая стоит дорого. Если, соответственно, у вас цена на первом месте, значит, это вам, ну, сразу не к нам. Потому что не хочу тратить ваше время, в общем, красиво ему намекают, что у нас дорого. Если он его это устраивает, я ему говорю так, что у нас, он говорит, я понимаю, что дорого, да. Он говорит, сколько я хочу понять, вот сколько стоит у вас работа. Я говорю следующим образом. У нас есть неправильный прайс, мы его так и называем. Для заказчиков, чтобы им не вникать, что вот у вас шовчики стоят столько, плитка столько, у нас цены пополам, пополам, в смысле, по напольным покрытиям. Напольные. Вот. Начинается от двух с половиной тысяч рублей. Это, то есть, укладка плитки на подготовленное основание. Затиркой, там, с грунташвили и так далее. Если речь идет про стены, это от четырех тысяч рублей, потому что там больше обработки. Но это в круговую, без запилы, все это в круговую. Это просто, как я говорю, неправильный прайс, чтобы человек услышал эти цифры. Приблизительно, да. Да, то есть, от четырех тысяч, то есть, меньше я, ну, мы не поедем работать. То есть, обычный человек говорит, сколько у вас четыре тысячи нет, до свидания. А если он начинает дальше слушать, тогда уже мне есть смысл ему делать смету. Если он остается со мной в разговоре, я ему говорю, давайте делаем так. Времени у нас разъезжать по всем нету, потому что в день по 10 человек звонит, нам работать будет некогда. Присылайте мне на WhatsApp краткий список работ того, что вам необходимо сделать. И желательно фотографии объекта, если есть плитка, вообще замечательно, если есть раскладка, это вообще прям шикарно. Он мне все это присылает, я ему пишу плюс-минус прям основное, сколько это будет стоить. То есть, плюс-минус 10 процентов, да, я объясняю, что может быть дороже, может быть дешевле, надо смотреть. Если он говорит, все, меня все устраивает, тогда я ему говорю так, вам надо встать в очередь, чтобы вас поставить в очередь, и на ваше место никто не встал, вам нужно заплатить, а нам аванс 5000 рублей. То есть, мы приезжаем, берем, вот как Андрюха рассказывал, 5000 рублей, мы его ставим в очередь, и все. То есть, если он отказался, если у него поменялись планы, это его проблема. И в принципе, когда работы много, это работает, люди соглашаются. Когда у вас там один звонок в неделю, естественно, вы можете спокойно поехать. Но когда вы работаете каждый день, у вас несколько объектов, вы не можете просто и разъезжать, и каждому объяснять, что, а вот здесь лучше так сделать, а вот там вот так. Потому что заказчик с вас хочет вытянуть все, все силы, чтобы вы ему рассказали, какой клей ему купить, как ему сделать гидроизоляцию. А может вообще там просто вас пробивают, чтобы посмотреть, сколько у вас стоит работы. Мне неинтересно этим заниматься, то есть, у меня есть чем другим заниматься. Нет, у него своя профессия, у тебя своя. Зачем это ему надо, я не понимаю. Так, Серега, дай я на вопрос отвечу. Там спрашивают, в июле выиграл приз на стриме, я его все еще не отправил, я дико извиняюсь, прям жутко был занят. Я даже два месяца видео не выкладывал, потому что вообще некогда было заниматься. Сейчас вроде вот время появилось, постараюсь в ближайшее время всем все призы отправить. Я прям жутко, дико извиняюсь, но вообще прям завал был, прям никак не получалось. Ну да, я там смотрел, у тебя там что-то сейчас тоже объекты пошли прям такие сложные, интересные, да? У тебя там в инстаграме смотрел. Да, я сейчас прям хороший такой интересный коттедж взял. Там вся плитка крупноформатная, запилы, мозаика, там ну вот все как раз прям так очень интересно. Ну вот смотри, вот пример, да? Я вот в основном у тебя, Серег, на канале вижу такие бюджетные, либо средняк хороший. А вот здесь прям, ну можно сказать, премиум уровень, и даже я не побоюсь этого сказать, что это, наверное, первая, первая такая работа, которую я у тебя увидел сложно. А, нет, у меня как раз на заре канала было видео, я там и нишу с запилами делал, и полочку со вставкой карандаша. Где-то угол скалывал там? Да-да-да, где вот это. Бля-да-да-да, очень обидно было. Там плитка с двух сторон под 45, она, во-первых, в размер отпилена, еще с двух сторон под 45 была запилена. И я гребенку проношу и скалываю угол. Это было что-то прям феерично. Ну, так это откуда взялся-то, получается? Это откуда объект взялся-то? А там знакомый знакомого подогнал. Ну, то есть, короче, все равно уже получается опыт есть, люди знают тебя, чем ты занимаешься, и все. А я же, я изначально так же вот с отцом работал, потом начал плиткой заниматься, меня так же в фирме приметили, и взяли на коттеджи, мы Лукоиловскому начальству коттеджи делали. То есть, я как раз-таки очень-таки быстро зашел в верхний сегмент, а потом мне начали там любить мозги, плитку с Испании два месяца ждать, потом этой плитки не хватило, а вот это ходит. Ну, в общем, я вернулся обратно в такой, в объемный сегмент, потому что там работать веселее, миллиметры никто не ловит, плитка всегда в наличии, то есть, ну, намного проще, и за счет объема можно прям очень хорошо зарабатывать. А теперь немножко обратно возвращаюсь к истокам, можно так сказать. То есть, для меня это не новость, я уже работал в этом, ну, в таком сегменте. Ну, все равно тоже смотрю не часто, потому что, ты вот помню, с адреналинами тоже катались, я не помню, в Москву, что ли, или в Питер, куда-то вы ездили, там делали магазинчики, там у вас прям все по полочкам. В Питере и в Москве работали с ним. Там один, короче, кидает плитку, второй крестик, и третий там подвозит, там дю-дю-дю-дю, как эти... Конвейер, конвейер. Конвейер, да, и там плантации, короче, пашня. Ну, я же говорю, это весело, это, ну, объемы делать, это тоже интересная работа, тут никто не скажет, что это скучно. Сейчас тоже берем объемы, но как вам объяснить, это объемы, это коммерческие, сейчас вот у нас есть два объекта, они вот будут буквально один через неделю, второй примерно через месяц, там ребята поедут, начнут, я, наверное, тоже к ним приеду. Наконец-таки отвлекусь своей квартирой. Вот там мы работаем по нашим обычным ценам, то есть, но там надо прям сделать хорошо, там прям вот заказчики, они говорят, мы хотим хорошо. Там эпоксидная затирка, то есть на там 150 квадратов, крупноформатная плитка хорошего качества, и, соответственно, они хотят сделать прям четенькую стяжечку и все положить по уму, как, в общем-то, полагается. И вот такие два объекта уже, то есть я даже, честно говоря, был удивлен, то, что у нас во Владимире два подряд, это два разных места, потому что сам в магазинах плитки был, в некоторых, в хороших, там видно, что сделано хорошо. То есть это не пятерочки далеко, вот, возможно, у нас что-то меняется, поэтому объемы тоже, как бы, стали прибыльные. А там сами понимаете, а, самое интересное, мы там договорились на то, что сейчас это просто коробка, там где-то 12 на 15 метров, мы ее выкладываем, а дальше уже потом буду перегородки строить. То есть, вообще халява. Пришел, как Серега, короче, любит, пришел, сразу положил и ушел, короче, да. Короче, был случай, сейчас, секундочку, я пришел на объект тоже, маленькая плитка, фрезы, 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 вставка с мозаики, в общем, очень много, как по-русскому, геморроя, да. Ну, мне предложил заказчик, 3 тысячи в круговую, я нет, отдельно считаем, 4 тысячи в круговую, я нет, я больше не могу. В итоге я все делаю, ну, там плюс лестница еще, может, видели, такая волнистая есть видео. У тебя там много всяких интересных. То есть, он считает, говорит, слушай, 12 тысяч вышло у тебя в круговую, так те такие цены, вообще, вот такой удивленный, ну, 12 тысяч действительно вышло, около 12 тысяч, квадрат в круговую вышло. Вот такая вот попадается даже цена. И мне с Москвы звонили, сколько в круговую сделать, я плачу 3-3,5 тысячи. Подожди, что такое в круговую значит? То есть, это общий цена, квадрат? Ничего не считая, ни откоса, ни отверстия. А, то есть, вот работа, вот работа и вот тебе за квадрат деньги, короче, так? Да, да, да. То есть, как я говорил в начале этого видео, неправильный прайс я его называю, потому что он неправильный. А знаете, кстати, почему он неправильный? Сейчас я прям две секунды. Приблизительный. Он неправильный, потому что ты заказчику скажешь, от 4 тысяч, он тебе даст работу, которая стоит 12 тысяч, он скажет, ты же сказал, 4 тысячи. Поэтому я всегда сразу предупреждаю, от, и это неправильный прайс. Все, вдруг, извини, что перебил. Да, 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 да. Но дело в том, что, да, удивился этот человек, но в принципе так получилось, что оказался доволен. А, кстати, с Москвой я связался тоже. Мы заплатим 3,5 круговую. Я говорю, я же не знаю ваши сложности какие-то. Потому что бывает и 3, и 4, бывает и до 12 доходит. О, нет, в Москве таких, говорят, цен нету. И выключился. То есть даже не дослушал. А я как бы, ну, свой опыт, что у меня было, да, рассказываю людям, что бывает это. Но некоторые не верят. Нет, ну вот смотри, честно говоря, мне из Москвы где-то года 3 назад тоже несколько, вот я прям вспомнил таких случаев, несколько раз звонили и спрашивали по ценам. И смотри, то есть начинался разговор так, что заказчик, мол, ну ты приезжай к нам, ты у нас больше заработаешь. А я ему объясняю, что мне без разницы, что у вас работать, что во Владимире. И во Владимире я наоборот больше заработаю, потому что я дома и каждый день как бы сплю в кровати, а не, блин, где-то там на матрасах. Вот, и когда я говорил свои цены, говорят, нихрена себе, у нас не такие цены. То есть они, видимо, заходят там на какой-то, ну, самый простенький сайт, где там есть цены вот эти, да, где там. Условно, плитка стоит 300 рублей, а затирка 800 рублей. Ну, я видел такие сайты. Вот, и там начинают что-то считать. Так что, не знаю, где они такие цены волшебные находят. Это нереально. Пишут в целом расчете, на какую ЗП в день идет целовая задача хорошего плиточника. Мы, Серега, еще самый первый раз обсуждали. Минимум пятак в день. Да, это он, притом, мы пришли к выводу, что и у Сереги так, и у нас так же было. И это, кстати, вы не забывайте, мужики, что это время сейчас какое. У нас каждый день все растет. То есть сейчас уже тысяч семь-восемь должно быть, примерно хотя бы. Ну да, да, да. Потому что ты те же самые пять тысяч получил, пошел в магазин, а они сразу взлетелись. Я сам офигел, я вот этот шуруповер-пулемет доволтовский покупал за 19, прошло буквально сколько, три месяца, он сейчас уже 25 стоит. Ну вот, кстати, самое, давайте, наверное, у Андрюхи будет самая-самая такая дорогая плитка. Вот ты говоришь по кругу, сколько общая цена за квадратный метр, можно даже приблизительно, у тебя была самая большая цена. 12 тысяч. 12 тысяч, да? Так, Серега, а у тебя сколько? Можно примерно, то есть ты можешь суммировать свой прайс, но я думаю, что ты… Я просто вот никогда не пользовался такой системой, счет по кругу. Я как раз вот, когда сложные работы, я все делил на операции, отдельно запилы, отдельно откосы, отдельно все эти. Я не считал, сколько там квадратов, поэтому… Так а потом все операции складываешь, и ты будешь на квадраты получается. Я, кстати, я тоже не считал. Так я же квадраты не считал. Считал заказчик. Понятно. Но у меня, у нас самое, ну, у меня самое большое было 7, там, 7 с копейками. Вот. Самое большое, если так подумать… И то я могу сказать, что это несложная работа была. Это была, ну, реально такая средняя хорошая работа с керамогранитом. У меня вконтакте есть видео, где я этот, тетрис из керамогранита собирал, две колонны. Вот там получилось, наверное, 1015 за квадрат, но там все в резах, все в пилах. Ну, мы отдельно считали метр реза, метр подкос и все дела. По сути, там квадратных метров 0,1, а делал я, наверное, это недели полторы-две. Две колонны. Ну, так. Вот, пожалуйста. Дорогая работа была. Так, смотрите, ребята, мы все-таки… Кто у нас в прямом эфире, я вообще предлагаю сейчас такую тему. Я думаю, что, ну, по крайней мере, мне раньше было интересно то, как проходит именно разговор с заказчиком. То есть, вот, что говорят там, что надо спрашивать, что надо смотреть и так далее. Если, короче, вам интересно, то пишите в чат там плюсики, что мы сейчас рассмотрим, ну, я предлагаю разыграть такой вариант, что как будто я заказчик, я звоню Андрюхе и говорю, что мне надо сделать там, допустим, ну, я придумаю, что сделать. И мы посмотрим, как он будет общаться. То есть, я попробую сумитировать такую ситуацию, мне вот интересно. Цены не обязательно называть. То есть, Андрей, это на твое усмотрение. Мы об этом не договаривались. Это будет хоть какой-то небольшой интересный такой интерактивчик. Я с тобой не буду договариваться. Нет. Я еще притворюсь заказчиком, который, типа, не понимает. Иди в очередь на два года. А, кстати, кстати, вот Серега классную тему сказал. Вот если мне, знаете, бывает, берешь ты телефон и вот по голосу тебе заказчик не нравится. Я всегда говорю, у нас очередь два с половиной года. Это работает. Либо второй тоже момент, я говорю цене в два раза больше и иногда, как назло, кто-то соглашается. Кстати, несколько лет так брали. Такое было, да, тоже. Вот. Короче, что, будем, значит, разыгрывать такой вариант, да? В общем-то, все вроде за, всем интересно. Так. Короче, ребят, я сейчас отойду. И вы хотите, сделаю перерывчик небольшой. Поставлю заставку, можем на 2-3 минуты отойти. Либо вы продолжайте болтать, а я подключусь к вам попозже. Да продолжим. Тут вопросов куча. Можно поотвечать. Сейчас я подойду. То тут писали, что в регионах мы не справимся. Я с регионов, Волгоградская область. Это вообще депрессивный регион. Ничего, выживаем, нормально. Я, кстати, в Краснодаре работаю. Ну, насколько знаю, там побогаче регион, чем наш. Но он был немножко не побогаче, только сейчас почему-то все сюда едут и строят, и строят, и строят, и строят, бесконечно строят. А у нас сейчас наоборот, как бы стройки вот такие большие вообще заморозились. Если раньше вот я где у застройщика работал, в дом, ну, месяц дом собирали. Сейчас за месяц они собрали два этажа. То есть сроки строительства, точнее, скорость строительства очень сильно упала. Видимо, сказывается отсутствие денег. Не, не, у нас тут сибиряки едут. Сейчас не смотришь, как не пришел сибиряк, сибиряк, сибиряк. Все с севера, то есть сибири, едут сюда почему-то. С деньгами покупают, квартиры выросли в цене, все выросло, земра выросла. Но тут вообще такие пробки ты не представляешь. Если ты до полвосьмого, до какой, до семи, до семи утра, чтобы ты уже выехал, на работу поехал. То есть в восемь часов ты можешь встать на полтора или на два часа и выезжать так же. Это ужас какой-то. А мне чем и нравится мой маленький городок, то что здесь пробка, это понятие такое, ну, 5-10 минут максимум. То есть я весь город могу так вот по диагонали проехать, ну, минут за 25. Я в Майкопе работал, там тоже самое. Машин нету, спокойно, все. Ценник такой же, в принципе. Машин нету, что интересно. Когда плитка хобби, качество не очень. Тут все от опыта зависит. Если опыт есть, ты, ну, прям очень плохо не можешь сделать. Ты даже на самом дешевом, таком коммерческом объекте, не коммерческом, как он там, технический, но офисы, все равно стараешься выдать, ну, что-то более-менее приличное. Что-то последнее, да? 2000, да? Там тоже присоски спрашивали, какие я использую. Ну, наверное, видели, был вопрос, проскакивал. Пока что от Делтри. Хорошие присоски. Я же целое видео снимал прям с обзора. Монталит, Сигма, Раймонди, Бихай, ДЛТ. ДЛТ прям очень хорошо себя показали. Да, и по цене как бы недорого, и довольно-таки неплохо. Мне тоже понравилось. Особенно вакуумные по этой плитке. Недавно надо было снять плитку, разобрать рифленую. То есть ее прикачали, да, рифленую, прямо, ну, вот, это ребра. И потихонечку сорвали с кипсокартона. То есть там надо было добраться. Вот эта вот присоска выдержала. Сделала операцию так, что плитка целая, целая была. У меня пацаны тоже недавно присоску брали как раз на демонтаж, чтобы вот аккуратненько ее поддеть, чтобы она целая осталась. Ну что, ребят, давайте продолжим. Ну давай. Давай теперь я отлучусь. Вы продолжаем. Ну как раз, а мы сейчас с Андреем будем как раз разговаривать. В общем, смотри, Андрюк, у тебя цель такая, чтобы максимально, максимально подробно и, ну, я имею в виду, так же, как ты и в жизни отвечаешь, то есть с заказчиком без всяких приколов, для того, чтобы, ну, мы понимали, как у тебя происходит общение с заказчиком, как ты берешь объекты. Вот. Ну давай, предположим, звоним тебе заказчик, я буду заказчиком. Я говорю тебе, здравствуйте, Андрей. Мне посоветовали знакомые к вам обратиться по поводу укладки плитки. Вот, в общем-то, хотел узнать, как у вас по занятости. Я буду заказчиком, который более-менее понимает, потому что основном люди такие звонят, пока не ровни. Хочу знать, как у вас по времени, ну и хотелось бы примерно в общих рамках понять стоимость работы. Ну, по времени, допустим, занят на, ну, возьмем два месяца. Занят два месяца. Если вас устраивает, то дальше будем разговаривать. Если нет, тогда уже ищите других. Я вот хотел бы хотя бы приблизительно в общих чертах понять, сколько вообще, ну, стоит ваша работа, чтобы мне подозрениться и понимать, могу я с вами работать вообще или нет. Не вопрос. Я составляю смету. Цен, просто цен. Сколько стоит плитка отдельно? Сколько стоит подрезка? Сколько стоит откосы? Сколько стоит отверстие? В общем, все поэтапные, все цены. Говорю, списочек вам даю. Но, но, по работе мы считаем по окончанию, то есть сразу я не смогу обсчитать. Там много нюансов выходит. Если меня просят сразу обсчитать, я не... Только по окончании работы я могу сказать точный результат, ну, какой ценник выйдет, допустим, санузла, ванны, туалет. Ну, хорошо, а как нам, ну, вы можете подъехать посмотреть или как нам встретиться, чтобы обсудить подробнее все это может быть? Зачем? Вы скиньте мне, пожалуйста, дизайн-проект. Я вам скину свой ценник. Не обязательно ехать. Вот. Коротко, ясно. У меня нет дизайн-проекта. А что, дизайн-проект, что ли, нужен разве? Ну, конечно, а как? Так, а мне что, его заказывать, что ли, где-то надо? Ну, если надо, мы своего дизайнера предоставим. Пожалуйста, значит, мы к вам сейчас пришлем дизайнера, отработаете, и тогда дальше будем работать, если вы согласны ждать. Да, да, я подожду, конечно, но... Дизайнеру тоже, получается, платить? Ну, конечно. Нет, ну, хорошо, ладно. Ну, а дорого услуги дизайнера тогда стоят? Ой, слушай, я даже не знаю. Обычно номер телефона могу дать договориться. Хорошо, ну, смотрите, ладно, у меня на самом деле несложная работа, я думаю, что там дизайн даже не нужен. У меня есть плитка 120 на 120, у меня большой зал 10 на 10 метров, то есть 100 квадратных метров. Вот я ее хочу уложить, основание, ничего, пока не подготовлено, черновая стяжка. Заказчики так обычно, Серег, не говорят, они не знают, что такое стяжка. Ну, ладно. Они просто говорят, полы ровные, приходите, ложите. Да, я спрашиваю, у вас как основание, стены или полы? У нас все идеально. Но так не бывает. Нет, все идеально. Хорошо, хорошо, ладно, ладно. Тут ладно, спрашиваю. Тогда популярный такой, как проводится вообще, ну, как был договор какой-то мы с вами заключаем, или как вы работаете? Меня вот часто это спрашивают. Не знаю, не было никакого договора, может потому что, что это сарафанное радио, один посоветовал, другой третий. То есть, я приезжаю, составляю смету, именно цену я не могу рассказать. Я могу даже приехать к вам на объект, посмотреть, да, обсчитать что-то. Ну, хорошо. Сразу, сразу цену не могу, сразу полностью не могу сказать, потому что много нюансов. А как оплата происходит? Я нормальный заказчик вообще? Ладно, ну, я не знаю, можно. Ну, если человек не доверяет, значит, можно при, там, какую-то работу сделал, посчитали, рассчитались. Ну, обычно так. Я сделал санузел, посчитал, устроил, если устроило, человек рассчитывается. То есть, вы рассчитаетесь. Если не устроило, будем дальше разговаривать. Ну, ладно, я думаю, что... Я всегда еду, смотрю вживую объект до начала работ. А если до объекта ехать два часа в одну сторону? Да, у меня как раз был такой случай, вот давным-давно мы, почему, и перешли вот на, чисто на онлайн, можно сказать, осмотр. Я поехал, у нас тут и в Владимире есть Давыдово, как раз, кстати, Давыдово. Я в Давыдов поехал в Давыдово на осмотр. Там дорогу делали, я, в общем, туда целый час ехал туда. Да, приехал, там муж с женой спорили, прям при мне спорили, как надо делать. Меня даже не спрашивали, я постоял, посмотрел на это, все, они говорят, спасибо, все, мы вам позвоним. Я говорю, чтобы я еще раз туда поехал или вообще куда-то просто так, нет, все, это был последний раз. Я тогда был очень возбужден по этому поводу, позвонил пацанам, говорю, вот такой случай, говорю, больше я кататься не буду, так что все. Слушай, ну вот ты начал, да, как заказчик, просто, да, немножко, давно я уже так не договорился, честно говоря, у меня просто есть объект там. Так надо отвечать, как договаривался, понимаешь? Да, знакомому, есть объект, надо знакомому сделать, хорошему. Цена не имеет значения, все, цена-качество. Ну, я думаю, что кто смотрит нас в основном, ребята, им больше, наверное, интересно, как договариваться, потому что, ну, заказы есть, даже у меня с Сарафаном ради, но у меня еще есть, ну, бывает новые именно заказы, много новых заказов. Поэтому, ну, и я, кстати, не знаю, как, у вас там, наверное, не так много мастеров, наверное, вообще, ну, с этим, с этим вообще везде проблемы, мне кажется. Прям вот именно у кого есть инструмент, все, вот это, и знания, и умения, мне кажется, это везде. Нет, у нас много, много мастеров, разного уровня, в принципе-то. Вот, я знаю, есть бригада еще параллельно работает знакомый, делает четко все идеально. То есть, он даже ценник еще больше заряжает, у него еще большую очередь. Есть, есть еще круче, то есть. Ну, в общем, с этим, ладно, мы разобрались. Я думаю, сейчас можно немножко поотвечать на вопросики, никто не против, уже, наверное. Если есть какие-то интересные вопросы, вы можете писать кому-то личные вопросы, мы будем отвечать. Вот, так что, в принципе, начинайте, пишите, мы потихоньку постараемся вкратце отвечать на них. Все сразу замолчали. Ждем, ждем вопросы. А тут сейчас ищу вопросы. А потому что начнешь болтать, часы. Потому что они были, а вот сейчас ты паузу сделай, и они куда-то все пропали. Меня что-то вчера, блин, спрашивали под видео, я забыл. Я что-то говорил, блин, на стриме запомни завтра, что-то тоже какой-то вопрос задавали. Блин, без головы вообще. Спрашивай, Серег, когда у вас плиткорезы восьмисотки будут? Их вчера уже привезли, все уже в наличии. И восемьсотки, и метровые, и сто двадцатые, и все, короче. И присоски, и пылесосы привезли, в общем, целую кучу. По-моему, сегодня даже вечером выложили уже. Я четыре себе плиткореза заказал тоже. Уже идут на метр двадцать. У меня ребят, вот, брат, зять, друг, все позаказывали. Хороший плиткорез. Ребят, вот такие вопросы, типа, по полу четыре квадратные метра засану. Ну, ну, короче, это глупый вопрос, потому что в каждом регионе свои ценовые, ценообразование свое. То есть, во Владимире одно, в Москве другое, в Краснодаре третье, в Питере тоже другое. Ну, в Питере, наверное, как в Москве. То есть, так не понять, нормально это или нет. 45 градусов спрашивает, сколько подрезка стоит, да? Да столько же, сколько и квадрат. Да, да, все правильно. И откос также стоит. И откос тоже стоит, брат. Ну, у нас, у нас за 5,5-750 рублей, но мы считаем полторы тысячи. Полторы тысячи угол. Я не знаю, может, я отстал, может, пару уже повышать цены? Ну, это что, нет, полторы, да, полторы такие есть. Если полторы плитка, значит, полторы угол и полторы откос. Все правильно. А, почему я, спрашивают, почему я без гидро нажил себе на гипсовую штукатурку, а зачем она там нужна? Я ответил, что я, типа, уверен. Я уверен в том, что она не отпадет. И гидроизоляция, на мой взгляд, там не нужна. Она может, блин, только беды, наоборот, наделать. Обычно гидроизоляцию я мажу там, где, допустим, есть стыки, там, монолита и пеноблоков. Там деформации могут быть. Вот там можно сделать прослой. Я смотрю, какая еще штукатурка есть для... Он подходит для того, чтобы плиточный клей можно было клеить. Ну, да, да. Специально. Кстати, штукатурка, как-то мы наткнулись, помню. Есть такая штукатурка, она розоватая, и она вот прям очень сильно влаги боится. Даже вот на ютубе много видосов, когда вот эту плитку снимают, штукатурки с гипсовой, да, где нет гидроизоляции. Она прям, знаешь, как каша превращается. То есть я и Серега, мы много санузлов переделали по гипсовой штукатурке без всяких там гидроизоляций. Да, просто грунтуешь хорошо, и все, и отлично. Ну, во-первых, грунтуешь хорошо, а во-вторых, при работе, ну, когда используешь нормальную штукатурку, она, ну, так не разрушается. То есть такого вряд ли будет. Конечно, если он там... Я больше скажу, Серега, смотри, у меня есть прямо показательный случай. Вот тут в соседнем доме мужик начал ремонт, отштукатурил стены и умер. И заехал его родственник. Разумеется, денег на ремонт нет. И вот они так жили два или три года. Вот просто голая гипсовая штукатурка, просто голая на стенах, просто загрунтованная. Прошло два-три года, штукатурке пофиг, она как была, так она не расслаивается, не разрушается. Она вот стоит, как будто ее вчера сделали. Что такое за угол полторы тысячи? Это значит, за метр готового угла. То есть, потому что обычно одну сторону, ну, практически такого не бывает. В 90% случаев тебе нужно сделать поток. Поэтому за готовый угол. Есть такие случаи, Серега, я делал, когда угол не 90 градусов, а 45. Ты запиливаешь только одну сторону, а вторая остается как была. Ну, там, естественно, я считал половину. А, и вообще, кстати, по работе с керамогранитом, я вот в последнее время там, ну, тоже там с знакомыми мы разговариваем на эту тему. Очень много на эту тему вообще мы уже размышляли. В общем, тот человек, допустим, если он, который работает с керамикой чистой, не работал с керамогранитом, он либо не справится, либо ему будет очень сложно выполнить работу с керамогранитом. Особенно с крупноформатным, который именно толстый. По мне это вообще самая-самая сложная плитка. И вот я сейчас знаю многих мастеров, которые работают именно с крупноформатом, со слэбами. То есть это тонкая плитка на сетке. И вот что и я, что они говорят, что это, ну, самая-самая простая плитка в обработке и врезке. То есть она режется очень элементарно, практически вся режется сухорезом, дорабатывается, запиливается, и когда ты ей обкладываешь, она прям как обои выгибается. А если керамогранит толстый, там вот как раз-таки начинаются танцы с бубном. Вот. Да, да. У нас попадался керамогранит, то есть горбатый, вообще горбатый. Я помню, ты что-то большой там какой-то, да, еще? Углы. Да, чтобы углы свести, приходилось края стачивать и подгонять. Это вообще что-то с чем-то. Мы столько времени потеряли. Вот. Поэтому это самая сложная работа. Ну, ты, я сейчас такой же ерундой занимаюсь. То есть две плитки вот такие горбатые, приходится сводить, а также черепашка и углы сошлифовываю. А если не сводишь, туда палец залазит. Да, иначе это смотрится прям вообще ужасно. Края в ноль, а в середине миллиметра 4-5. А почему, говорит, так дорого? Блин, в день 2 метра их проточил за весь день, все, ты больше не можешь. Вот, кстати, это, кстати, на самом деле классная тема. Вот у тебя, Андрюх, будет, обязательно выложу это вот как-то вот. Вот именно полукругом делаешь этот угол, потому что... Ну, у меня есть уже такое видео, кстати. Есть, да? Я просто сам хочу посмотреть, потому что мы, в принципе, какую-то нам удавалось выгибать 6 миллиметров, ну, 6 миллиметров. Но я так подумал, если бы она была бы сантиметр, то там, наверное, точно так и пришлось бы именно стачивать. Столько стачивали, выгибать невозможно было. Я не знаю почему, и это первое. Второе, у нас были вопросы, начали говорить, что вот один конец туда, один сюда. В общем, тень падает сбоку, и там такая ужасная плитка получается. Я просто-напросто взял фонарик, вот этот шпаклевщик, знаешь, специальный из фонарик. Косой свет, да, боковой. Мы направили, у меня есть видео, кстати, тоже, и я заснял всю эту плитку. Какая эта плитка, он прямо так четко показал, она действительно вот такая прямо вся горбатая, изгибы эти все прямо четко показала. Да-да-да, я это все послал заказчику, все, вопрос исчерпал. Вот я сейчас такую же индийскую плитку ложу, она вот такая вся волной. Нет, они или индийская, или турецкая. Ее прямо на просвет видно, как в кривое зеркало смотришь, она вся вот такая, волнами. Пофельшую. Но я поэтому и сказал, что вот я что-то средненькое поймаю, а в идеале она не будет. Не будет, тяжело, но это. Как у Сереги последнее видео хорошее. Насчет ссылок, которые, ссылки на канал, на каналы, они есть в описании к этому стриму. Можете посмотреть. Серег, давай, может, я эту ставку свою сейчас... Да, кстати, мы совсем забыли. Коротеньку сделаю, забыли про нее. А, да-да-да. Друзья, недавно меня попросили осветить такой момент. Мальчик, ему 2 года 10 месяцев, смертельное заболевание. Ему сейчас собирают деньги на лекарства, там, сколько, 160 или 170 миллионов надо. Вот, попросили помочь, как, ну, в организации сбора. Я лично ездил к этому мальчику, то есть самое первое, что приходят в год, опять эти мошенники, опять эти попрошайки. Я для этого сам лично съездил к этому мальчику, снял интервью. Мама рассказала, как у них все это произошло, ну, как они узнали за болезнь, что за болезнь, как она лечится, там все такое. То есть Сергей оставит, наверное, ссылку на мое видео в комментарии и ссылку на сбор, где они собирают деньги на лекарства. Ну, в общих чертах. Подробностей, я думаю, сейчас не буду. Кому и кто, кому, кому будет, кто захочет, в общем, перейдет и подробности узнает. Да, я заранее, заранее все уже сделал. Кому не безразлично. Переходите, смотрите. Кстати, Сергей тоже, когда он сказал про это, у меня первое, и у Андрюхи тоже было мнение, что, ну, мошенники и все остальное. Но Серега действительно, как бы, подошел так серьезно к этому вопросу. Я говорю, да, конечно, почему бы и нет. То есть, ну, дело стоящее и много случаев, когда действительно людям помогали. Каждый человек хочет жить, естественно, каждый родитель хочет, чтобы его, ну, ребенок был здоров и прожил счастливую жизнь. Так. На этом у нас, я имею в виду, по теме, которую мы начали, мы же так и не закончили по ней. Это вот что касается именно как-то на премиум выходить. То есть, мы как-то там перебились. Я думаю, сейчас можно опять, не, немножко вернуться, уже до конца ее добить. Ребят, давайте так. Сейчас вот мы подумаем, буквально, может, пару тем мы предложим, по которой мы можем поговорить, да? А вы выбирайте из двух-трех вариантов и будем их обсуждать. Вообще, какие у нас могут быть темы? Давайте импровизировать. Что мы можем рассказать интересное про... Так как у нас Андрей в гостях, что он нам может рассказать интересное про... Плитку? Про дорогие заказы? Про поиск мы уже обсудили, как договариваться, какие цены и так далее. Я сейчас расскажу про... Не знаю, встречаю ли нет такую плитку. Это получается... Она так небольшая, в принципе, небольшая. 40 на 30, что-то такое. Или 40 на 50, не помню точно. И это получается прессованный камень. Не встречали? Прессованный камень. Прессованный камень. Прессованный камень. И получается у него глянцевая сторона. Как правильно это сказать? Ну, забыл. В общем, красиво все сделано. Но не в этом суть. В том, что эту плитку никто не брался делать. И вот она дорогая. Одна плиточка стоила, по-моему, в то время. Это лет 7 назад было 17 тысяч с копейками. То есть, ее вот так можно было взять. И она просто могла как песок рассыпаться. Ты знаешь, ты рассказываешь какой-то страшный сон мой, наверное. Что ты взял дорогую плитку и так развалился. Нет, я сейчас расскажу просто. Ну, все же бывает. Правильно? Попадалось. Короче, надо было собрать картинку. Она там была фрезерованная. Вот, под золото, фрезерованная там какая-то 3D у нее объемная какая-то видимость. Но очень красивая плиточка. То есть, если отверстие просиделить, она вот так как шла, как я не знаю, все, готово. Как самый мягкий. Самая мягкая плитка. В общем, на плиточный клей его сажать нельзя было на простой. То есть, если темный брал, он пропитывался и появлялись пятна, к примеру. Ну, как с мрамором. Начала. Да, да, я начал это все изучать. В итоге, это было 7 лет назад, мы нашли на нее клей специализированный. Кераколовский, 4000 мешок. То есть, у него работа 15 минут. Он 15 минут, он какую-то часть хватает, не доходит туда. Белый клей тоже. И мгновенно становится. А мне надо было, то есть, я фрезы сделал. И мне надо было картинку ставить там, допустим, 9 плиток. Или 9, или 12. Три картинки надо было. Вот я подготовил. И вот, представьте, 15 минут, у меня надо было, допустим, ряд положить. Это все идеально покласть. То есть, я двигать не мог через 15 минут. У меня варианта ошибки вообще не должно было быть. Я там все рассчитывал. Да, я в то время 2000 запросил. Я 3000 просил. Скидку попросили. 2000. Потому что плитка дорогая. Ну, сейчас мало ничего. Ну, в принципе, справился. Это такая вот у меня была работа в то время. 7 лет назад. Самое сложное и необычное. А у вас что-то было подобное? Я недавно товарищу помогал вокруг камина шамотную плитку укладывать. Там он тоже купил специальный огнеупорный клей. Там вот, как ты говоришь, 15 минут, там даже нет. Ты вот просто плитку приложил, вот подвинул, вторую взял, первую уже все, никуда не двигается. Нет, эта дешевая плитка, я согласен, там можно, если что-то менять. Мы ее прям специально даже стали вымачивать. Она, во-первых, как губка сразу себя впитывает. Мы ее прям замачивали 5 минут. Все равно, хоп, прислонил, все. Она больше уже никуда не двигается. Но мы вот и столько камень нарезной тоже. Камень нарезной в бане делали. Тоже на термоклейном, там вроде таких проблем не было никаких. Много-много технологий. Сейчас я тоже стараюсь укватить все технологии. Залезть в самую вот эту дыру, где это все можно узнать, изучить, сделать. В принципе, мне интересно. Кстати, там вопрос кто-то задавал интересный. Вот, ребята, давайте вы на него ответите. Ну, вообще, как бы по расходке, да, вот пишут, то есть, входит ли стоимость коронки, неважно, какие коронки сейчас, в отверстия. То есть, как вы вот это вот считаете? Я беру за отверстие, за керамогранит 500 рублей. Извините меня, как я могу за расходник брать деньги? Я уже беру за работу. То есть, на объемах, кто работает, там им коронки привозят, и эти отверстия не считают. Там так. Мы в последний раз на объеме договаривались, что расходка с них, и мы делаем по 200 рублей за отверстие. Либо расходка наша, и делаем по 500. Вот, все правильно. Или так, или так. Ну да, но мы, у меня вот на сайте там, кстати, расписано то, что мы раньше как, ну и сейчас тоже так делаем по ситуации. То есть, в основном, вот так, как вы и сказали, да, то есть, уже как бы цена за отверстие содержит в себе стоимость коронки. Ну, грубо говоря. Ну, то на то и выходит. Тем более, я сейчас, допустим, давно вакуумной пайкой работаю, там вообще не проблема. Там 60-80 отверстий ты сделал, там, ну сколько там одна дырка выходит? Нет, блин, 10 рублей, что ли? Или там 5 рублей, но это же ни о чем. А так, просто бывают такие особые случаи. Вот у нас был какой-то керамогранит очень капризный, то есть, любой диск, даже на Ванделе, который не заглубляешь, он сразу дает стрелу. Покупали какие-то там супер дорогие диски по 14 тысяч рублей для резки стекла. И они реально резали, это еще на станках, там еще станок был у нас, ну, помимо Ванделе, еще другой, там у него небольшие обороты. Так вот, читай, один диск 14 тысяч, мне этот диск не нужен, естественно, его оплачивал заказчик. Там был такой случай, когда, ну вот, надо, то есть, этот диск справится. Притом, это мы узнали там у одного мужичка, который там стекольщик, вот он посоветовал этот диск. У них на оборудовании такие раньше стояли. Вот, то есть, вникать было, как вы понимаете, некогда, там с Алика искать, тестируй что-то, вот она конкретно плитка, надо ее делать. Диски я тоже брал с заказчиков, если тяжелая плитка, и диск очень быстро стирался. Да, да, то есть, там вот буквально, там, сколько, метров в 30, и он не стирается, его согнуло, и все, и ничего ты с ним не сделаешь. Он тонкий становится, и начинает плитку колоть. Колоть, или начинает еще смещать плитку, кстати. Да, или смещать, да, криво. Поэтому я сразу, вот такая сложная плитка, расходники с вас, все. Серег, смотри, у меня знакомый плиточник тоже с Волгограда, Костян. Он сейчас ванделика купил на метр 800. И это, а сейчас запиливают вручную, я говорю, а что с ванделиком? Я говорю, да диски, 15 метров он пилит, и быстро очень усаживается. То есть, говорит, алмаз выкрашну, понял, алмаз стирается, остается металл. И он перестает пилить. Причем родные он брал, дистаровские, какие угодно. Он говорит, 15-20 метров, и диск, надо, понял, вскрывать алмазы опять у него. Вот у меня сейчас тоже, я вот как раз тоже продаю эти станки, и общаюсь в Фортедзе. И мы сами недавно заметили, что я, блин, только настрою станок, ну, то есть, вот эти упорчики, чтобы запиливать. Я запилю там метров 10-15, и диск может согнуться. То есть, алмазы там целые, но диск сгибается, соответственно, кромка становится толще. И тут ничего не поможет. Не переворачивай, то есть, просто, говорю, ставишь новый диск, и все. У меня как-то было, что за неделю я 3 или 4 диска выкинул. Я позвонил, говорю, ребят, что за фигня? Вот, вроде как, ну, они, конечно, не договаривают что-то, но, как я понял, что-то там с качеством у китайцев произошло. И была какая-то огромная партия хреновая. Вот, поэтому сейчас сами тоже ищем диски на Ванделе. Ну, я красный еще джинк ставил, они, вроде, подольше работают. Но, вот эти красные я сейчас пользуюсь, да, вот, новые прибрыги. То есть, под 45 начал им резать, то есть, пока он еще не стерся. 2 мм подхожу спокойно, не колет. Ну, наверное, из-за того, что высокие обороты, плюс водичка. Сейчас попробуем с пылесоса, сделали переходник, попробуем с пылесоса, что он себе покажет. Ну, вот у нас сейчас диски, вот, это реально актуальная тема, вот, на эти станки, потому что, ну, наверное, многие, кто в Инстаграм подписан, они знают, что у нас сейчас открывается резка плитки, потому что, ну, мы уже давно об этом мечтали, мы хотим места, где будет хорошая мастерская чисто для нас, и мы будем там резать плитку, потому что заказов на резку плитки сейчас больше, чем на ее укладке. Притом, у нас там будут и станки 2,40, потом вот такой же станок, как у Андрюхи. Вот у тебя, вот, который на 3,20 этот, шиджинг, да? Ползучка вот эта. Делкая. Вот его хотим на выезд, плюс будет маленький какой-то станок стоять, тоже на выезд, и плюс, чтобы на одном запил делать, а на другом прямой лес, ну, врез распускать. Ну, естественно, там сделаем верстачки, все-все-все-все. То есть диски сейчас очень такой прям вот актуальный вопрос, если уже из Китая пошло такое, ну, говеная такая продукция, естественно, надо либо с ними решать что-то, либо искать взамену, потому что, ну, это несерьезно, там, ты попилил через 30 метров, они у тебя просто стираются. Ну, пока, пока живые, пока я одним работаю. Ну, видимо, просто сейчас смешанные партии, может быть, ну, у нас... Красные. Красные? Нет, красные нормальные, я про родные говорю. Не-не, красные, я не знаю, родные или нет, красные. Снимок красный идет. Красный – это родной диск Ши Джинк, а белый – это родной диск Мандели. Короче, я не знаю, какие мы темы будем развивать, мне кажется, может, просто пусть люди в комментариях пишут какие-нибудь темы, мы будем, блин, о них разговаривать, потому что вроде стрим-то ребята пришли смотреть, а не мы тут пришли обсуждать, что нам интересно. А то мы сейчас будем о женщинах разговаривать. Да. О женщинах, о футболе, там, обслуживающих. Вон, Андрюх, тебя спрашивают, сколько вы взяли за потолок в хамаме? Я... Хамам – это отдельно делали хамамщики, и у них это было как изделие, там сумма очень большая была. Я туда сильно не вдавался. То есть, он идет в готовом виде. Там людям платят отдельно, кто работает, как и норма обычно. Вот. А сам хамам, он идет как изделие, уже отдельно. Это фирма, это просто фирма, и мы не занимаемся этими делами, да. Я просто снял это, было интересно, я снял. Поэтому, да. Там светящийся потолок и все такое. Где мои клещи от СВП, я выиграл, мне не прислали. Я уже говорил, что очень был занят, я даже два месяца видео не выкладывал, просто завал страшный. Сейчас вроде подосвободился, постараюсь всем призы отправить. У нас, кстати, вообще, у меня до сих пор лежит предкорез на метр двадцать. ДЛТ Макс Лайн, вот этот новый, с зеленым лазером, там, с линейками, вот с этими удобными. Я его взял на то, чтобы разыграть на стриме. И мы до сих пор его не разыгрываем, потому что мы боимся, что произойдет такая же вот фигня, как тогда. Потому что на трансляции час чата идет с одной скоростью, записи по другой. В итоге, блин, ничего не понятно. И, в общем, пока мы не придумаем, как его разыграть, мы его не разыграем. Но в Новый год, кстати, я в любом случае буду устраивать какие-нибудь... Вообще, наверное, в прямом эфире, как вот в прошлом году я делал, переоденусь Деда Мороза. Все, кто захочет из блогеров поучаствовать со мной в прямом эфире, в новогоднем огоньке, всем буду рад. Я думаю, будет весело. Всех поздравим, друг друга поздравим, разыграем целую кучу подарков. Кстати, это просто так для интереса, кто... Ну, я знаю, кто часто смотрит нас, они в любом случае придут на это мероприятие посмотреть. Мы решили разыграть очень и очень ценные призы. Только от себя я просто даю подарков где-то тысяч на 50 на 100, при том взамен ничего просить не буду, не надо ничего делать. И плюс вот ДЛТ тоже, из ДЛТ директор подключился, тоже там и дорогие станки будут разыгрываться и все-все-все. Короче, это вам вот... вам такие подарочки кому-нибудь достанут. Так что обязательно не пропустите, если вы в Новый год куда-то уезжаете, прям, значит, с Карибских морей, прям, чтобы поймать и напоминать, ловить сигналы, участвовать. Ну и какой-нибудь розыгрыш, наверное, как в том году будет для покупателей магазина. Потому что тоже много ребят покупают, кто меня смотрит, а тоже какие-нибудь подарочки для них сделают. В общем, сделаем для всех, и для подписчиков, и для тех, кто покупает. Александр Ткачев. Привет, привет. Тоже плиточник. Знаю, видел, подписан на этот канал. Так что у нас такая тишина сразу? Серьезно читаем, что делать, блин. Все друг другу уступают. Да-да-да. Какой зуб гребенки от размера плитки зависит от кривизны. И есть такая кривая плитка, которую приходится еще дополнительно промазывать. Да, еще у меня была вот эта же горбатая, я ее промазывал с одного конца и другого просто провилом, чтобы эту яму закрыть. И, соответственно, стену отдельно, тогда она все ложится. Или на пол. Тогда идеально ложится. А так будет воздушная подушка. Ну, я тоже показывал, специально брал гребенку, наносил клей, прикладывал плитку, отрывал края. Все прям вдавило, прям стопроцентное заполнение. А в середине так вот, легкое-легкое касание гребня. Да, лучше провилом, чуханул его, чтобы заполнить. Ну, вообще, кстати, для того, чтобы правильно работать, что ли, вот так сказать, надо вообще, ну, не всегда, если вот только начинаешь, я тоже так, намазываешь, допустим, десятку, прислонил плитку, при том, надо пытаться надавить не со всей дури, а на пол силы, потому что в процессе, как обычно, не всегда получается максимально все усаживать. Если заполнение нормально, значит, гребенку нормально. Не хватает, значит, либо двойное нанесение, либо хотя бы прошпаклевать, как многие это делают. И мы, кстати, вот такую неофициальную формулу уже давно вывели. Ну, плюс-минус, она правильная, для 90% работы подходит. То, что размер гребня делится на 4, и получается конечный слой, который будет под плиткой. То есть, к примеру, гребенка 10 мм дает где-то слой 2,5. Просто многие неправильно считают, они прикидывают, что слой десятка дает 5 мм. Это невозможно просто. Нет, нет, даже 2, хорошо, да? А, вот тут, Серег, немножко тебя дополню. Твоя раздвижная гребенка, десятка, она эквивалентна 12-й гребенке нанесения вручную. Потому что там подпор валика, там давление больше, и плюс она идет под 90 градусов. Поэтому от этой десятки слой реально будет миллиметра 4-5. Нет, 2,5-3. И при том, меня многие спрашивают, я говорю, возьмите, говорю, восьмерку лучше, вот эту раздвижную, потому что она, по сути, есть десятка. И если вам где-то надо будет подмазать, ну, то есть, где-то не везде подлезть с гребенкой, подмазать вручную, то вы десяткой с прямым наклоном сделаете такой же слой. Ну, я двенашку беру и с наклоном делаю. Это как раз эквивалент раздвижной десятки. У меня за все время, в моей практике, ни разу не было 12-й гребенки. Я сколько о ней мечтал, когда еще не было этого всего там, я имею в виду. Их не знаешь, где найти вообще, ни в одном магазине их нету, мы все у кого-то увидели. А, у этого, у Бониса я увидел, говорю, блин, нам нужна такая гребенка 12-ая. Думаю, круто же, блин. У меня пришел наборчик, я взял. Мне сейчас, Диан, заслали набор гребенок, восьмерка, десятка, двенашка. 30 сантиметров длиной, кристалловские. Вот, а мне уже пришли. Мне тоже пришли, я вот сейчас работаю. Там еще 4 миллиметра есть. За какие работы, спрашивай, беремся? 4 тоже мне пришло. Ребят, спрашивай, за какие работы беремся, кроме плитки? Я отвечаю, а зачем браться за что-то, кроме плитки? Если плитка самая нормальная, ты умеешь это делать. А я же, видишь, говорю, плитка и все, что с ней связано. То есть, все, что до плитки, подготовительные работы тоже. Смотрите, если на полгода очередь по плитке, зачем что-то еще брать? Просто натаскивайся что-то на одном. Это более актуально, чем ты берешь то-то-то-то. Я, кстати, даже больше скажу. Наверное, многие заметили, что у меня первое видео там было в комплексе. Я и про сантехнику немножко рассказывал. Я сразу говорю, я не строю себя великого сантехника, но я могу простое сделать какой-то там сантехмонтаж. И потому что невозможно вникнуть и в сантехнику, и в электрику, и там еще что-то. Но мы как сделали? Ну, на базовом уровне, скажем так. Да, да. То есть, мы познакомились с ребятами из Владимира, кто максимально хорошо работает. Мы с ними сейчас очень тесно работаем. И, соответственно, если человеку нужен качественный ремонт ванной комнаты под ключ, то у нас приходят те люди, которые делают черновую. Либо это мы делаем сами. Ну, в последнее время уже есть люди, которые делают. Кто делает? Электрик по сантехнику, а мы приходим исключительно на плитку. В итоге все при работе, мы все друг друга знаем. Мы знаем, кому как под розетки сделать, в общем-то. Вот это самое-самое классное. Притом, заказчиков, получается, им не приходится ждать мастера по полгода. То есть, мы не сидим на ванной полгода. Каждый занимается своим делом, да. Не, ну вот смотри, сейчас тоже на коттедже работаю. Там трубы сделаны, электрика сделана. Трап надо сделать. Ну, что, я трап не поставлю? Поставлю, конечно. Нет, трап мы сами ставим. Трап мы сами ставим под себя. Нет, ну и Серега, смотри, в любом случае, я считаю, что надо уметь делать, ну, все понемножку. Вот ты правильно сказал. То есть, банально, приходишь на объект, надо там перенести канализацию. Или перенести там, допустим, водорозетки. У тебя есть и штроборез, и все, ты можешь приехать и это спокойно сделать. Бывают такие случаи, когда выгоднее самому быстренько сделать, чем вызывать кого-то. Ну, опять же, у нас же работа вся строго последовательная. Ты должен сначала сделать первое, потом второе, потом третье, потом четвертое. И там надо перенести розетку, я сам перенесу. Надо перенести водорозетку, я также это могу сделать. То есть, это не основная работа, но я могу это сделать, потому что, если я в это уперся, я не должен на этом стопориться и вызывать другого мастера. Тем более, за мелочевкой другой мастер, скорее всего, не поедет. Да. А ты сам под себя сделай. Да, я, ну, сейчас, самый частый вопрос, это перенести розетку в центр плитки. Ну, потому что ее сделали как бы по проекту, а потом ты, когда раскладку накидал, получается, она попадает как-то некрасиво там на шов, там на 20% заходит. Ну, ее лучше перенести там на центр плитки, как-то отцентровать, это будет намного красивее. И опять тишина. А все читают. Гипсовая штукатурка, в каких случаях нужна гидра? Там, где стоит вода, там обязательно нужна гидроизоляция, потому что стоящая вода, она пропитается через затирку. А если туда просто брызги попадают, то, по сути, не суть так важная. Еще я добавлю, смотря какая гипсовая штукатурка, у меня был случай, что я даже нанес церезит на гипсовую штукатурку, сделал все, приклеил плитку, и оно со временем начало местами бухтеть. Ну, правда, я не переделал, но действительно я попробовал, а местами бухтит. Почему, не знаю. Все-таки это из-за дешевой, может быть, некачественной какой-то сход штукатурки. Что касается воды, какую делаем, рехау или полипропилен, делаем все, что закажет заказчик. Шитик, на самом деле, проще и быстрее, как показала практика. Особенно, когда есть люди, которые прямо вот чисто в этом варятся. Ну, и, кстати, выглядит тоже классно. Это я еще не увидел широкого распространения. У нас по привычке все еще полипропилен варят. Но это еще зависит от задачи, на самом деле. От задачи и от помещения. Где-то... Разумеется, теплые полы делают единым контуром. Никто не заморачивается полипропилен. Не, а он действительно работает до сих пор, сколько лет. Еще раньше была мода чешская. Чешская гарантия 60 лет или сколько. Он и сейчас вот этот серый экопластик чешский продается. Самый хороший, как бы, не подводим. Павлопласт, по-моему, павлопласт, да. В душевом поддоне двухкомпонентная затирка и, типа, без гидроизоляции. Вот тут как раз стоячая вода. Тут можете там пропустить микро какой-нибудь поры, которые вы глазами не видите. Поэтому вот где вода стоит, гидрообязательно. Смотрите, я делал объект. Тоже очень давно, лет, может быть, 8-9 назад, гидроизоляции не было тогда. Или не достали, или я не знал, что это такое. Я делал душевую кабинку. То есть клей максимально я выдавливал через швы, обмыл их. И как-то недавно я туда попал, решил посмотреть. Это второй этаж, решил посмотреть вокруг. Нигде ничего не течет. Что интересно, гидроизоляция нет. То есть, смотря, как ты это запомнишь. Если ты все швы, все на выдавливание будешь делать, замывать, то есть герметично сделаешь, он может и так сработать с хорошим клеем. Ну, Андрей, наверное, все-таки это больше будет как бы на удачу. Может сработать, может не сработать. Но лучше гидроизоляция в данное время. Гидро... Ну что, взял кисточкой, нанес, через час второй слой, и на следующий день наклеил плитку. Все, железобетонный, никаких проблем. Просто ее раньше не было, как бы. Была, ну, или, я не знаю, не знали они, только начинали заниматься плиткой. И как бы это не делали. Там Сергей Сергеевич спрашивает, а дома применяйте свои навыки. Я уже, наверное, сколько, 8 месяцев себе дома ремонт делаю. Каждый день хожу туда, как на работу. Наконец-то, сколько уже прошло лет, я наконец-то дожил до того уровня, когда я решил сделать себе ванну, полностью квартиру, и вот сейчас потихоньку ее делаю. Красавчик! Я тоже собираюсь. Главный заказчик звонит, и я вам говорю, ну, я сейчас занят, я, типа, ну, на сколько? Я говорю, ну, вот квартиру себе делаю. А сколько вы будете квартиру делать? Я говорю, ну, года полтора. А что, как долго? Так я же себе ее буду делать. Я сегодня у себя работаю, завтра еду на другой объект еще что-нибудь делать. Вопрос, что-то было, потом все про это самое пролисталось. Спрашивают, гелем для коронок пользуетесь? Я еще не пользовался. Я его тестировал, но я никак не привезу себе на работу, вот, который у нас гель появился, потому что у меня сейчас пока нету мелких отверстий, что-то как-то прям вот все большие. Мелкие отверстия у меня будут под вытяжной потолок, потому что я керамогранит прям до потолка наклеивал, потому что не знал еще уровень. В общем, я думаю, придут потолочники, они обрадуются, но я им сам сделаю отверстие. Вот тогда как раз и затестим. Ну, я уже затестим именно уже в работе, потому что так просто посверлить отверстие. Ну, вообще работает. Есть, кстати, два вида геля. Есть гель, именно гель, и есть воск. Воск просто плавится, а гель превращает шлам в такую некую массу, типа как пластилин. И за счет этого становится ресурс мелких коронок увеличивается в несколько раз. Притом для крупных коронок, если про вакуумную пайку говорим, это не нужно, потому что у нее большой радиус, то есть мы когда ее сверлим и когда крутим, есть воздушное охлаждение. У маленьких коронок воздушного охлаждения нет, несмотря на то, что там даже есть воск, ее все равно надо каждые 5 секунд макать. А у Сигмы, по-моему, вообще написано на инструкции, что больше 5 или больше 10 секунд сверлить нельзя. То есть ты посверлил, и как минимум должен вытащить коронку, дать ей воздушное охлаждение. Но на практике никто этого не делал. Или водичкой. Или водичкой, да. На практике этого никто не делал, даже я. Во-первых, все мы, ну, по крайней мере, кого я знаю, все мы сверлим на максимальных оборотах и просто пока не просверлим плитку и все. Потому что, ну, а их нормальные хватает. Сигма, конечно, она очень дорогая, поэтому будут ее охлаждать и водичкой мочить. О, кстати, если у вас много заказов на полгода, вперед топите цены по законам рынка или старайтесь сохранить ими. А что топить-то, Брэм? Я не знаю. Мы, ну, в смысле, поднимаете цены. Не, мы завышаем и так. Завышаем специально, бывает, чтобы отказались и все равно соглашаются. Ну, я где-то там в середине говорил про то, что бывает заказчики звонят, у тебя вроде и работа есть, или ты ему говоришь два раза дороже, он соглашается. Бывает такое. Но обычно мы не делаем так, что вот я такой, типа, крутой плиточник, давайте мне в 10 раз больше платить. Ну, не знаю, как-то... Все равно как-то адекватно пытаешься посчитать. И если ты понимаешь, что реально работа сложная, если ты понимаешь, что с ней мало кто справится, а ты содержишь весь этот инструмент и на всем этом умеешь работать, так почему бы здесь не взять даже в два раза дороже? Это абсолютно нормально. Пишет, решил ремонт квартир в Омске, пишет уже третий или четвертый раз. Организовать школу ремонта, хочу обучать людей делать ремонты. Как по-вашему стоящая идея? Она стоящая, только если есть жесткая уверенность, что это будет хорошая школа, а не как вот эти все сотни тысяч, которых сейчас развелось. Да, мне, кстати, предлагали три года назад участие в таком проекте типа обучения за две недели. То есть мне давали программу, я должен любого человека за две недели научить укладывать плитку. На что я сказал, что, ребят, ну это, конечно, бред. Во-первых, у каждого разная способность к обучению, а во-вторых, там по пару часов в день это максимум можно только ну усвоить теорию, потому что в нюансы и во все ты вникнешь только сам, своими руками, когда начнешь непосредственно что-то делать. На сайте с Серегой, с Серегой, с моим напарником, была такая идея как-то, типа, ну я ему говорил, что хочу, типа, вот попозже, как будет время, типа, от стройки откажусь и сделаю, типа, ну что-то типа обучения, но типа, блин, типа, типа, короче, в общем, сам буду заниматься обучением, там, максимум человек по 10 набирать, но я понимаю, что это очень сложно и вряд ли когда-либо этим займусь. Но, конечно, было бы интересно, потому что, ну, у разных людей, как бы, есть желание, и у меня есть желание кого-то чему-то научить, но, к сожалению, это все очень долго, и на самом деле все это очень сложно. Ну почему? Через онлайн тоже можно. Много обучают. Сергей, сделай погромче чуть-чуть. Это к какому Сергею? Если меня погромче, я сделать погромче никак не смогу. Могу только в микрофон говорить, но полэкрана займем. Потому что до этого вчера созванивались, вчера ли когда мы настраивали все это, микрофонов плохо, плохо получалось, плохо получалось настраивать звук, потому что шумы увеличиваются. Притом у всех микрофонов. у меня в видео был ученик, да, жив, у меня их несколько было. Один поработал, ушел, а второй Володенька сейчас с нами работает. Масло для ролика помогает, вот кстати, Серега, расскажи, как оно помогает, волшебное масло. Я могу сказать, прям уверенно помогает. Я прям специально на видео взял плитку, которую я прорезал, начал ломать с одной стороны, перевернул, начал с другой, и она все равно сломалась не по прорезанному. А давай-ка я с маслом попробую, что я теряю? Добавляю масло, я прям специально на видео взял эту же плитку, и она прям легко быкс тут же сломалась. Но опять же ты медленно нажимал, чтобы она медленно кололась, нерезких движений не было, правильно? Нет, без ударов, конечно. Но я и до этого, когда без масла резал, я также с одной стороны трещинка пошла, перевернул, с другой стороны трещинка пошла, давил-давил-давил сильнее, и она бах, и все равно не сломалась по прорезанному. Тут, кстати, кто-то про химанкера спрашивает. На самом деле очень классная тема, особенно для газобетона. Много кухонь уже повесили на вот эти крепежи, крепежи на эти химанкера, и себе дома я буду на них делать. Спрашивают, какое масло, я не в курсе, вот какое, что в комплекте с плиткорезом, то и на льем. Вообще, говорили, керосин пойдет. Ну, там есть... Я слышал, стекло режу, так вот, керосин добавляют. Есть специально для стекла, для резки стекла, масла. Все, обыкновенно, берешь и все. Единственное, что вот это, обратил внимание, когда заливаешь масло в бачок, надо ролик убирать, чтобы он не капал на резину. Резина, не масло, бензостойкая. Она немножко у меня раком стала, вот так вот. То есть, смотри, у тебя одно масло или два, есть там в комплекте мне дали два масла, одно густое, одно жидкое. Не, не один дали, оно подкапывает. Оно сразу льется, густое, очень тяжело ждать, когда оно там, что, я их как бы мешаю 50 на 50, оно ничего не капает и идет именно этот фитиль прикасается к ролику и идет тогда, когда ролик начинает крутить вокруг его, ничего не капает, свечет, там ее два масла. Ну, мне одно шло. Густое и жидкое, мне просто, как попросили посмотреть, я буду обзор делать тоже еще, но не обзор, видео, там расскажу, как это все получается. И когда оба мешаешь, я, конечно, скажу, густое кинул, потом жидкое, это все, оно доходит, мешается, потом сюда пополам все делил, делил, и то есть, оно долго держится, реально, и долго ты пилишь им, ничего не выливается. Жидкое быстро выливается, мне, то есть, там, сколько определенное количество ты льешь, сколько тебя поработать, и все, оно уходит. А вот именно с густым, густой, густой тяжело, долго доходит, вообще, почти не достается, тоже, тоже. Вот я поэтому тоже, вот, брызнул пополам, миллилитров 10, поработал, и все, я больше тоже перестал заливать. Это для ЛТ мне прислали, вот, да, и надо бы подсказать, чтобы они, как бы, смешали эти два масла, чтобы оно что-то среднее было, чтобы оно не выливалось, и не проставилось, чтобы оно работало, все четко. Я так думаю. Ну, оно работает однозначно. Мне даже в комментариях, даже, отписались многократно, даже Андрей Шайтер отписался, что, в общем, происходит микроразлом, и он тут же самосрастается, а если есть керосин или масло, оно затекает и не дает срастись обратно, поэтому плитка, ну, теория такая под это подведена. Там вообще, если без масла, даже там вообще, если ты режешь, резко надо резко его ломать, тогда тоже есть вариант, ну, что ты сломаешь его нормально, но это она все быстро делается. Вот моя практика показывает, что когда резко ломаешь, она как раз наоборот не ломается. Я имею в виду, быстро распилил и сразу ломаешь, там никаких задержек, тоже как бы срабатывает, ну, 50 на 50. Так, ребят, у нас стрим уже 10 часов идет, фу, 10 часов, уже 10 часов, стрим 2 часа идет. Все, давай, минут 5 закругляться, будем сейчас. Я думаю, надо лучше покороче, но почаще. Да. Сегодня, тем более, пятница, все отдыхать хотят, наверное, все устали, да и в том числе мы устали. Спрашивают, а дальше что с маслом делать, когда не используешь масленку, убирать, допустим, перерыв 20 минут. Нет, за 20 минут там максимум одна капля упадет. Оно не прям, чтобы течет, оно так, немножко так подтекает. У меня это произошло, я на ночь оставил, я утром пришел, у меня резина вспухла. Ну, там не сильно, не смертельно, но, тем не менее, момент такой есть. Ясно. О, керамограниту, какой диск самый чистый рез? Да я много дисков хороших знаю, тот же Диан, Хилберг. Сейчас, кстати, это, Серег, помнишь, я показывал из Лероа диск, офигенный, просто бомба, максовский. Прямо, чистый, сколов мало дает, и он, ну, все как надо, сделан он тоненький, 1,2 миллиметра, и с этой, с усиленной серединкой, короче, диск зачет протестировал. Затишье. Ну, тогда точно надо заканчивать, раз уже пошли. вопросов таких нету, серьезных, да. Ну да, мы можем вообще просто даже как-нибудь там, я не знаю, через сколько, просто устроить какие-нибудь там посиделки, поболталки и так далее. Не обязательно же нам прям четко про плитку разговаривать, а будут вопросы появляться, мы уже можем прям оперативно о них встречать. Ну да. Ну и что же затягивать, потом смотреть трехчасовые видео, это тоже, мало кто на это решается. Можем просто, допустим, собраться, как так, все, неделя прошла, блин, на работе все устали, это сделали, все, кто что сделал, как у вас дела, вы ответили, все, всем привет, всем пока. Да. Да, сегодня пятница, на самом деле, я сегодня с самого утра, блин, на ногах, сегодня поехал, и последнее расскажу, сегодня все отменил, приехал там подсобника, поставил на работу, поехал к своему напарнику, он мне вчера позвонил, возбужденный, говорит, я, говорит, такой секрет по штукатурке узнал, говорит, там штукатурка подрезается, как цементная, короче, получается идеально, приезжай с камерой, будет охрененно, я приезжаю, они вдвоем мне рассказывают, а я немножко не понимаю, что, ну, думаю, как будто они мне рассказывают, то, что я уже знаю, я говорю, то есть, он говорит, вот, вот, вот так делать, снимай, я говорю, Серег, ты мои видео вообще смотришь, я это видео, примерно полгода назад, такое же, в точности, выложил, по инструкции, все сделал, я ему включаю видео, он говорит, блин, короче, он расстроился, говорит, я видео пропустил, надо, говорит, тоже было видео смотреть, для него это было открытие, что они наносили штукатурку по технологии КНАУФ, то есть, сначала контактный слой, потом накидывают жидкую, после этого выдергивают маяки, и через час они ее как цементную подрезают, она такая рваненькая получается, ее можно шпателем заглаживать, а можно так оставлять, то есть, фишка в том, что максимально качественная плоскость идет, под плитку, если, допустим, гипсовая штукатурка, то там лучше, естественно, не глинцевать, она такая шероховатая получается, но для тех, кого не знают, конечно, был такой интересный способ, и он не описан у КНАУФа, или у кого-то еще, так что я сегодня то туда, то сюда, потом обратно поехал, потом еще куда-то, на массаж спины сегодня ездил, спина болит, подсобник говорит, подсобник говорит, тебе там тайки массаж делают, я говорю, ну, конечно, там, говорю, очень-очень больно, когда тебе вот эти позвонки вправляют, у меня пасека своя, я пчел спину, бах, нормально, и пошел, как аммиджайзер, ну, видишь, у тебя дома все есть, и пасек еще как аптечка, раз, и полечился, пошел дальше заводиться, да, да, как погода в Волгограде, ну, чуть похолодало, где-то плюс 8 днем, у нас сегодня больше 20 было, лето, а с коленками как, наколенники как, не, с коленками вообще все нормально, все, все всегда спрашивают, когда видишь, что видео, ты на коленках стоишь, на самом деле, вот здесь вот есть подкладочки, и там лежат скрытые наколенники, они не мешают, они очень удобно. Кстати, прикол про наколенники расскажу, у меня знакомый, ну, я на коленнике тоже показал, там идут силиконовые подкладки, такие мягенькие, ну, один, ты там, короче, в Алиэкспресс, дешевле на коленке, немножко дешевле, там, 500 рублей, или сколько? Да, только они там поштучно продаются. Да, 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 ему присылают одну, и еще дубовая резинка, он вот так стоит, за голову схватился, короче, да, я, ну, еще на 500 рублей зажал, выписал, нормальные наколенники взял, да, сейчас кайфовал, но такие приколы, да, бывают. Да, я сейчас работаю в этих наколенниках, реально кайфует, прям мягенькие, мягенькие. Классно, силикон там вообще. Сколько у нас зарабатывает плиточник, сколько зарабатывает подсобник, ну, смотря какой подсобник. У меня вот сейчас в последних видео, наверное, все видят, вот Володя у нас работает, он начинал с того, что я им доверил поклеить на балконе одну плитку, они ее обрезали, и поклеили к заводскому краю, резаный край на керамике. Я, я когда это увидел, я говорю, ребят, ну, вы хотя бы могли догадаться, что, ну, наверное, надо ее развернуть. То есть, он начинал с этого, сейчас он вполне и 3D углы затиркой делает, и сам укладывает практически любую плитку, единственное, еще вырезать четко он не умеет, но вот за 3 года он нормально прям потянулся, и сейчас, естественно, он уже не подсобник, а можно сказать, такой хороший ученик. Где-то 2-3 тысячи в день он зарабатывает. Для Владимира это хорошая зарплата. Ну, а плиточники, мы уже поговорили, что надо стремиться к тому, что, ну, по крайней мере, раньше было так, что 5 тысяч ты должен заработать. Сейчас, наверное, 5-7, где-то вот так вот. Про какие наколенники? конечно, наколенники. И у Андрея, у меня есть обзор на них. На колесик? На колесик? На колесик? Да, да. Они, кстати, по-моему, у меня в магазине даже есть. Хотя, даже не знаю. Может и нет. По-моему, есть, да. Тем более, к серёге обращайтесь, 9 плиток, он вам всё сделает по высшему разряду. Ну, что, ребят? Ну, чего, будем закругляться? 2 часа, мы вроде как полтора планировали. Мы вообще планировали час, но полтора, типа, максимум. Да, следующий раз полчаса планируем, да? Там спросили, когда следующий стрим? Не знаю, не знаю. Это, мы вообще, кстати, давно хотели, когда, мы ещё месяц назад хотели, тут у меня дела были, тут как бы собраться тоже не так просто. тяжело. тяжело. Вот, поэтому, как будет возможность, если будет интересная тема, в принципе, можете писать и мне, и под этим стримом, в комментариях, можете написать, там, что вас интересует, потому что, ну, просто болтать мы, конечно, будем, но интереснее всё-таки, когда что-то можно заранее заготовить, может быть, что-то даже показать, как на первых стримах, помнишь, нас классно было. Серёга принёс диски, что-то рассказывали, что такое полезное было, не просто болтовня, а болтовня плюс полезный контент, короче. Вот, так что, ребят, спасибо всем, кто сегодня приходил, приходил, пришёл, приходил, уходил, приходите ещё, обязательно. Готовьте вопросы, да-да-да. Готовьте вопросы, да, чтобы не было такой тишины, и старайтесь, чаще заходить на наши, видео. Все, кто не знает сегодняшних гостей, спускайтесь в описании стрима, или записи этой, ссылки на их каналы будут. Обязательно к Андрюхе зайдите, у него очень много видео по премиум укладки плитки, у Серёги у нас много супер-быстрых, супер-классных, там, плантаций плитки, ну, сейчас, кстати, тоже интересные работы пошли, ну, а у нас всё, как обычно. В общем, у всех у нас плитка, если вас эта тема интересует, значит, вы попадёте туда, куда нужно. Вот. Так что, всё. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока-пока. До новых встреч. Пока. Пока.